Тогда мы начинаем первую содержательную учебную сессию сегодняшнего дня. И это будет панельная дискуссия, заявленная ранее о вызовах и проблемах, связанных с правами человека в современном мире, в наших странах, которую вместе с нами проведут наши эксперты, которых я вам с удовольствием и представляю. Это Роман Романов, директор программы «Права человека и правосудия» Международного фонда «Возрождение». Российский правозащитник Сергей Окунев, который уже достаточно долгое время теперь живет в Украине. Первая заместительница постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Сверидова. и Никита Трофименко, который представился вам уже в конце предыдущей сессии, поэтому не буду его дополнительно представлять. Он из организации «100%» в Шитя. Вот же. У нас будет примерно 15 минут для каждого из ваших выступлений. Мы, к сожалению, вынуждены немножко сократить наше выступление, поскольку мы задержали начало этой сессии. Я попрошу вас в первую часть нашей учебной сессии до перерыва рассказать о вашем видении текущей ситуации, проблемы в сфере прав человека в нашей стране, в регионе в целом. У участников после ваших выступлений будет возможность задать вопросы, а вторую половину нашей сессии после перерыва мы посвятим обсуждению того, как можно эффективно действовать для решения существующих проблем. Я предлагаю начать романом. Спасибо, Костя. Всем привет. Давно не был в этом чудесном доме, а еще тут такая огромная аудитория. Вообще интересно возвращаться к какой-то более-менее нормальной жизни. Но если говорить о том, где мы сейчас с точки зрения современных вызовов, то, наверное, где-то на полпути. И я думаю, что будет неправильно преуменьшать значение всей этой ситуации, в которой мы оказались, для прав человека. Я, наверное, с этого бы начал, поскольку ситуация с пандемией, она уже имеет большое значение для ситуации с правами человека. И она будет иметь еще долгое время очень большое значение. Во-первых, мы привыкли к тому, что права человека – это все-таки такая глобальная концепция. Что это такой глобальный социокультурный проект, когда мы начинаем понимать, а что же являются первичными, самыми важными универсальными ценностями, которые распространяются на всех, которые не имеют границ, которые могут ограничивать государственный суверенитет. И мы создали огромную инфраструктуру глобальных институций, которые начали создавать вот эти универсальные инструменты защиты. Региональные, либо универсальные, которые распространяются на всю планету. И, казалось, ничего не угрожало вот этому вот продвижению концепции прав человека, поскольку, ну такое универсальное признание. Ну такие институции, которые стоят за этим, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, не знаю, Мировой банк и так далее, и так далее. Международный валютный фонд всем странам для участия в каких-то финансовых программах ставили условия, демократия, права человека. И казалось, что вот, ну, где-то больше успех, где-то меньше, но все равно вот общее направление, вот оно уже задано, оно уже понятно. Пандемия очень сильно нас отбросила назад, потому что первое, что произошло, это мы утратили роль глобальных институций. Если посмотреть, как находились пути выхода, то мы увидим, ну, в принципе, конфликт национализмов. То есть, каждая страна начала искать свои пути. Были какие-то достаточно общие рекомендации, но они достаточно были общие. И люди начали понимать, что они закрыты в пределах конкретного государства и подчиняются его правилам. Они могут быть логичны, могут быть нелогичны. И в одних странах мы увидели там, типа, Лукашенко или Бальсонара, которые вообще говорили о том, что да ничего страшного, все хорошо, да. В других перепух изначально был такой, ну, что там у нас полицейские за пловцами по Днепру гонялись, да. То есть, самые разные были истории. И мы поняли, что, ну, реальная власть – это вот полицейский, который за тобой гоняется по Днепру, да. Пограничник, который тебя не пускает из своей страны. А где там валютный фонд, где там глобальные институции, где ООН и все права человека – это непонятно. Это, может быть, потом разберемся. Но сейчас вот мы оказались в другой ситуации. К очень большому сожалению, мы начали искать выход по пути вот этого вакцинного национализма, когда не было создано какого-то глобального соглашения, кроме очень слабого Ковакса, который немножко позволил перераспределять вакцины, которые в условиях пандемии, ну, считаются на самом деле инструментом защиты прав человека, поскольку речь идет о возможности выхода из тех ограничений, в которых человек оказался. Мы увидели, что до сегодняшнего дня большая часть людей, которые получили доступ к вакцинам, проживают в странах богатого севера планеты. Есть страны, в которых там вроде Гаити, где вакцинация даже еще не начиналась, и люди вообще не понимают, а когда она будет и будет ли она. То есть вот это условие абсолютного неравенства, непредсказуемости, в котором оказались люди, оно очень сильно ударило по вере в то, что вообще у нас есть какие-то универсальные механизмы, что у нас есть глобальные институции, и что мы продвинулись настолько, что можем говорить вот этими универсальными категориями. Трудно себе представить, чтобы правительства, особенно авторитарных стран, не воспользовались этой ситуацией, поскольку для многих вот эта идея ограниченного государственного суверенитета, которую продвигает концепция прав человека, поскольку это универсальные ценности, она создавала проблемы. А сейчас есть возможность сказать, ну видите, мы вот находим сами пути решения, у нас есть свои особенности, никто нам не помогает, ну соответственно мы в других вопросах будем сами решать, как нам регулировать вопросы свободы слова, свободы мирных собраний, и не надо нам диктовать что-то там другое. То есть эти голоса и раньше никуда не уходили, но я думаю, что сейчас вот эта ситуация существенно может усилить этот голос. Вторая часть вызовов, которые не новые, но которые в этой ситуации проявили себя еще больше, это, конечно, внедрение технологий, которые могут контролировать условия жизни, ну и в конце концов реализацию и пользование многими правами человека. Ну есть такое популярное сейчас мнение о том, что вот видите, вот авторитарные режимы, вот они в условиях глобальных вызов, они более эффективны. Ну вот в Китае удалось очень жесткими мерами, но очень быстро подавить распространение вируса, в то время как вот либеральный Запад со своими свободами очень долго вот как-то создавал какие-то условия, как находить выход. В Китае очень быстро создали все эти технологии сбора данных, контроля за передвижением людей, с очень жестким использованием и санкциями в отношении этого. И когда эта технология уже внедряется в реальную жизнь, а пандемия дает возможность внедрить ее достаточно глубоко, без какого-то активного сопротивления со стороны гражданского общества, потому что есть общее понимание, ну как же, ну да, то есть защита от распространения опасных инфекций, это одно из допустимых ограничений прав человека. То есть это интерес, во имя которого многие, не все, но многие права человека могут быть ограничены. Они могут быть отменены, они не могут быть ликвидированы, но они могут быть ограничены. И вот эта вот необходимость согласия с тем, что границы допустимости и ограничений уже установлены, они несколько другие, теперь мы оказываемся в другом поле борьбы, которое намного менее комфортно. Это как ты снизу вверх смотришь и пытаешься понять, а как же тебе подниматься. Те же самые технологии, которые введены с благой целью контроля за распространением вируса и ограничения социальных контактов между людьми, очень трудно себе представить, что не будет попыток им, конечно, они есть, того, чтобы их распространить на самые разные сферы жизни, общества. Ведь это оказывается так удобно. Сколько всего можно знать, о людях. Как удобно можно использовать ограничения. И самое главное, как быстро. Ведь мы очень часто мыслям категориями законодательства, что для того, чтобы внедрить какие-то изменения, нужно получить согласие парламента, разработать законопроект, принять его, обеспечить исполнение, что очень сложно. А здесь это можно делать очень быстро, моментально. Люди даже не успеют испугаться, для того, чтобы почувствовать, что надо чему-то сопротивляться. Оно уже есть. И вот эта быстрота, это совершенно новый феномен, которого не было раньше, поскольку пандемия заставляла всех реагировать быстро. А ограничение прав человека, это такая сфера, ну, очень сложная, где мы привыкли к тому, что вначале очень долгие, сложные дебаты, а потом принятие, либо непринятие каких-либо новых условий. Вот теперь, ну, и даже с точки зрения вообще глобального развития демократии, если темп принятия решений вот такой, то, а какое пространство остается для осознанной, содержательной дискуссии в обществе? Третий феномен последнего времени, который, безусловно, изменяет наше представление о том, какие формы защиты прав человека у нас актуальны, и какие ограничения допустимы, наверное, связаны с огромным количеством информационных манипуляций, которые в том числе тоже проявили себя во время пандемии, поскольку попытки запугать общество, попытки манипулировать вот этим общественным сознанием в отношении вакцин, в отношении там самых разных ограничительных действий, это проявило себя, но кроме этого мы увидели о том, как некоторые страны пытаются активно манипулировать общественным мнением в других странах, ну вот, там, не знаю, яркий пример, например, это очень такой непонятный и сложный референдум в Нидерландах по поводу соглашения об ассоциации с Украиной, где на поле борьбы за голландское общественное мнение Российская Федерация включилась в свою активную деятельность, ну и это касается самых разных сфер, и американские выборы, и Brexit, и очень много где, мы увидели активные осознанные действия такой целенаправленной пропагандистской машины. Вот с точки зрения прав человека, свобода выражения, это ведь одна из базовых ценностей, да, и мы всегда считали, что чем меньше этих ограничений, тем лучше, чем больше сфера свободы, вот в условиях свободы люди разберутся больше среди всего этого спектра идей, и как только возникает какое-то регулирование, то скорее это деятельность, направленная на ограничение свободы выражения и прав человека. Сейчас мы увидели о том, что, ну, во многих ситуациях эти манипуляции в условиях свободной демократии на самом деле влияют и на свободный выбор людей, поскольку они не способны принимать осознанные решения, поскольку они находятся в цепочке информационных технологий, которые манипулируют их общественным мнением. С другой стороны, те способы ограничения, которые начали появляться, они тоже часто бывают излишними и чрезмерными. Ну, у нас в Украине здесь была, прошла там целая волна санкций в отношении телеканалов, социальных сетей, да, которые обосновывались угрозами национальной безопасности. И это очень сложный вопрос, где эта угроза оправдана, а где это политическое манипулирование. Мы привыкли к тому, что для таких ограничений, как правило, использовались судебные процедуры, и тогда судебный контроль давал возможность оценить допустимость тех или иных ограничений. Когда это вводится сегодня на завтра решением какого-то административного органа, совершенно другая практика, которую мы вчера считали неприемлема, сегодня она стала реальностью, и для многих наших коллег вполне оправданной, поскольку действительно пропаганда имеет место, и действительно она часто несет угрозу. Здоровье людей и интересы национальной безопасности отдельных государств. То есть этот баланс отношений, он очень существенно изменился, и я думаю, что даже для людей, для которых защита прав человека – это такой элемент профессиональной деятельности, возникла очень сложная дилемма. Как сейчас различать, что мы считаем допустимым, а что нет? Мы действительно готовы расширять границы допустимых ограничений, или мы должны стоять на тех же позициях, судебный контроль и так далее? То есть мы сейчас оказались в ситуации, когда очень многие вещи нам придется пересматривать. Права человека постепенно исчезают или становятся менее важными вот в этом глобальной повестке дня международных институций и тех государств, которые вели активную внешнюю политику, в которых права человека занимали достаточное место. Вот эта вспышка борьбы вокруг национальных интересов, она безусловно легитимизирует очень многие попытки руководствоваться именно национальными интересами, а не универсальными ценностями. Некоторые страны открыто, как Великобритания, заявили о том, что из внешнеполитической повестки дня права человека постепенно будут, если не уходить, то по крайней мере уменьшать свое присутствие. Де-факто так и происходит в других странах. Мы замечаем о том, что условиями для финансовой помощи со стороны международного сообщества сейчас больше становятся вопросы надлежащего управления в государстве, good governance, борьбы с коррупцией, чем соблюдение прав человека. И то и другое, безусловно, является значимыми интересами в каждом обществе. Но вот это соотношение, вот этот баланс интересов, он сейчас, по крайней мере, находится в состоянии, когда многие задаются вопросом, а не стоит ли его пересмотреть, не слишком ли много внимания мы уделяли правам человека. В конце концов, мы так много лет считали, что это концепция, которая ведет к глобальному изменению мира. Вот он станет лучше, меньше конфликтов, больше развития. А сейчас, если посмотреть, где мы оказались, то, собственно говоря, это не очень наблюдается. Может быть, стоит пересматривать глобальные приоритеты. Может быть, права человека, вот мы как бы переоценили их возможную роль как катализатора изменений в самых разных обществах. Нам не удалось, может быть, убедить самые разные страны и народы в том, что важнее прав человека для них ничего нет. Ты согласен с утверждением о том, что концепция… У меня есть микрофон. Ага, ты согласен. О том, что современная система прав человека сейчас находится в кризисе, который продолжает углубляться. То, что кризис присутствует, это однозначно. Это не означает, что она слабеет, она может стать сильнее. Но любой кризис – это всегда такое раздорожье. То есть, либо мы плывем по течению и оказываемся где-то на обочине, либо мы действуем активно и находим те решения, которые соответствуют тем интересам и тем внутренним течениям в этой струе, где мы находимся. Поэтому я думаю, что это будет справедливо сказать о том, что мы сейчас находимся в условиях кризиса для глобальной концепции прав человека. Спасибо, Роман. Пора передавать микрофон Дарья. Что думаешь об этом ты? Действительно ли мы переживаем кризис прав человека в современном мире? И как на ситуацию с правами человека влияет внешняя политика отдельных государств? Ни которых называть здесь нельзя. Можно называть, я, конечно же, говорю о России, которая ведет гибридную агрессию по отношению к Украине. В частности, вот эти гибридные вызовы правам человека. Если можно об этом. Да, спасибо. Добрый день всем. Но, честно говоря, после выступления Романа, я думаю, что все остальное просто меркнет. Эта трагичность ситуации с правами человека очерчена довольно полно. И мне нечего возразить, вот что самое страшное. Я сидела, слушала, думаю, так, надо привнести какую-то оптимистичную ноту. Но у меня ее нет, друзья. Я сама крымчанка. Я до начала войны Украины с Российской Федерацией жила в Крыму. И в 2004 году, собственно, выехала с этой территории в связи с вызовами правам человека, которые совершенно, как нам казалось, неожиданно и по непонятным причинам обрушились на нашу территорию, которая сейчас оккупирована Российской Федерацией. Я бы не говорила о стране, я бы говорила, скорее, наверное, о людях, которые сейчас у власти в этой стране, которые ведут достаточно агрессивную политику не только в отношении Украины, действительно, но и в целом в регионе уже довольно много лет. И то, что для нас оккупация Крыма, для меня лично, стало неожиданностью, скорее, случайность, чем закономерность, потому что, мне кажется, все, кто следили за геополитикой в регионе, понимали, что конфликты, развязанные руководством Российской Федерации на других территориях, в Молдове, в Азербайджане, в Грузии, собственно, неминуемо вели к тому, что произошло в дальнейшем в Украине. И, к сожалению, мне кажется, что иногда, сегодня мы сталкиваемся с неким дискурсом, что Украина не была достаточно сильной, не просчитывала этих шагов, что развитие демократии, либеральных и ценностей прав человека, возможно, тоже были той слабостью, которая привела к войне в Украине. И сама война, наверное, и запрос на безопасность после ее начала и стали, собственно, тем главным вызовом, который я для себя идентифицирую, с которым нам по сегодня приходится работать. Ну вот, собственно, безопасность и желание найти эту безопасность в условиях вооруженного конфликта в стране, наверное, мне сейчас кажется одним из вызовов правом человека, с которым работаем мы, непосредственно и наша команда, собственно, для человека, который потерял все, который теряет дом, причем не просто теряет его физически, а который иногда живет в ежесекундном состоянии страха потерять свою жизнь от разорвавшейся бомбы возле твоего дома, от пули, которая рикошетом может залететь в твою комнату, от, собственно, зеленых человечков, которые могут прийти к тебе на митинг проукраинский и просто побить тебя до полусмерти, просто потому что ты выходишь выразить свое мнение или ты пытаешься документировать, что происходит, или ты просто поддерживаешь территориальную целостность своей страны. Собственно, в этих условиях, безусловно, в какой-то момент я просто видела это своими глазами, готовность отстаивать права человека мирным путем, выходя на митинги, она очень быстро сворачивается глобально у населения перед вот этим животным страхом и поиском безопасности за свою жизнь и жизнь своих близких. Собственно, это то, что произошло с Крымом. Крым, как мой дом и как территория сейчас большой тюрьмы, как мы ее называем, несвободы, собственно, оказался таким ярким примером, как можно очень быстро сделать из конкретной территории, большой, с двумя миллионами населения, территорию страха, где просто говорить о чем-то на улице страшно, где свобода слова, в общем-то, не ценность, а повод для переживания за свою жизнь. И для Украины это не было привычным. Это не то, что, собственно, могло происходить в течение долгих лет, когда те или иные права сворачивались постепенно. И вы знаете, как-то лягушка в молоке, в кипящей воде, вы постепенно варитесь в этом и не ощущаете того, как ситуация вокруг вас постепенно меняется. Нет, ситуация с войной – это тоже, наверное, чем-то схоже на то, о чем говорил Романов, когда очень быстро обстоятельства вокруг тебя меняются в сторону, когда ты сам готов отказываться от своих прав в пользу безопасности. И это касается как оккупированных территорий, так, к сожалению, и подконтрольных Украине территорий. Я, на самом деле, очень долго могу рассказывать о том, что происходит в Крыму, и какие грубые нарушения прав человека Россия принесла на эту территорию власти Российской Федерации, с которыми Украина сегодня уже обратилась с десятками международных жалоб в международные судебные инстанции, такие, как Европейский суд по правам человека, такие, как Международный уголовный суд. Но я, наверное, все-таки хотела бы, воспользовавшись остатком времени, сказать пару слов о том, как это отразилось на подконтрольной Украине территории. На самом деле, мне кажется, это тоже такой серьезный вызов для нас, потому что население страны в целом очень готово и открыто говорить о том, что действительно на оккупированных территориях происходят ужасы и нарушения прав человека. Арестовывают людей, пытают, люди лишены права на справедливый суд, людей незаконно лишают свободы, и все это принесла война. Но о тех же самых нарушениях, которые происходят на подконтрольной территории, и в том числе причиной которых часто стала тоже война, мы готовы толеровать. В том числе, скажем так, в контекст территорики, поиска баланса между национальной безопасностью и правами человека, между готовностью прощать государству очень многое, потому что мы сейчас должны консолидироваться против внешнего врага. И на самом деле этот внешний враг, он может быть везде, в твоем соседе, который иногда может позволить себе говорить о чем-то, что не вкладывается в твое понимание, и начинать дискуссии о том, чей Крым, и нужно ли давать воду в Крым. Буквально недавно я была на очень интересном, на закрытой встрече, где, собственно, собрались очень либеральные и продвинутые журналисты, где, например, дискуссия давать или не давать воду в Крым вызывает бурные дискуссии, непринятие, обвинения, в том числе, возможно, в подыгрывании стране оккупанту, если вы занимаете ту или иную позицию, а не потому, что мы просто готовы поговорить об этом и взвеситься за и против. Я лично против подачи воды в Крым, если что. Но в этой дискуссии я тоже ловила себя на том, что мне очень тяжело спокойно и оторвано от этой национальной и патриотической адженды дискутировать о теме прав человека, о людях, которые, возможно, там остаются без воды, потому что я, собственно, понимаю, что это, с одной стороны, серьезный тема баланса прав человека в условиях войны, это всегда тема как для политических манипуляций, так и, на самом деле, для серьезного анализа того, как, в принципе, стоит соотносить права человека и международное гуманитарное право в ситуациях вооруженного конфликта. Что мы применяем в данной ситуации? Международное гуманитарное право или права человека? Каков баланс этих прав, когда мы говорим о ситуации вооруженного конфликта? И это уже история не про политические манипуляции, а про право, которое применяется, и это тоже тема, которая сейчас очень много дискутируется у нас в обществе и на уровне государственных органов. Например, как нужно квалифицировать преступления, совершенные на оккупированной территории. Это такие же обычные преступления, которые совершаются на подконтрольной территории, или это военные и тяжелые преступления, в контекст которых вооруженный конфликт, который, соответственно, требует иной квалификации, иного расследования, иных сроков расследования. И все это, такие много дискуссий, которые ставят вызовы как перед государством, так и перед обществом. Если перед обществом это вопрос готовности, собственно, добровольно иногда отказываться от неких прав, и толерировать решения государства в пользу национальной безопасности, то, соответственно, для государства, конечно же, это огромный баланс злоупотреблять возможностью ограничивать права человека. Говорит, что те или иные дискриминационные нормы, которые мы вводим в законодательство, оправданы вооруженным конфликтом. Ну, как, например, зачем нам выплачивать пенсии людям на оккупированной территории, это должна делать страна-оккупант. И, собственно, то, что пенсии являются собственностью этих людей, результатом уплаты их взносов, социальных выплат многие годы государства Украины, абсолютно не оправдывает в глазах государства такое решение. И, собственно, общество подобные решения готово поддерживать очень часто. Очень серьезный вызов я вижу и для судебной системы в связи с войной, потому что то, что мы мониторим судебные процессы, связанные с вооруженным конфликтом, что мы видим, это огромный запрос на правильные решения. Он всегда есть, безусловно, и всегда с каждого судебного процесса кто-то выходит недоволен и считает, что это решение неправильно, идет его обжаловать. Но в условиях вооруженного конфликта этот запрос на правильные и неправильные решения... Кто-то имеешь в виду, говоря, правильные и неправильные? Ну, например, когда мы говорим о том, что задерживают лицо подозреваемое в террористической или сепаратистской деятельности, если этот суд происходит условно в Киеве, во Львове, в любом городе Украины на подконтрольной территории, собственно, у общества, общественных организаций очень часто большой запрос на то, чтобы этот человек был осужден. Безусловно, общество очень часто осуждает дискуссии о том, что есть презумпция невиновности, что этому человеку должно быть обеспечено право на справедливый суд, и то, что ему предъявлено обвинение, необязательно этот процесс должен закончиться обвинительным решением, обвинительным приговором. Однако у общества всегда запрос на осуждение подобных людей. Или же наоборот, если задерживают военного, украинского патриота, который прошел войну на востоке Украины, априори, безусловно, очень часто у общества требования и ожидания от судов, чтобы такие люди были оправданы, потому что патриоты не могут быть преступниками, и наши военные не могут быть преступниками. И я не хочу сказать, что это тотально, но я хочу сказать, что это, как по мне, огромный вызов для устойчивости судебной системы в стране, которая и так не в лучшем своем состоянии сегодня, наверное. И этот запрос же очень часто выражается не просто в беседах у дивана или в комментариях на фейсбуке. Этот запрос очень часто выражается в митингах, протестах перед судами, в, можно сказать, захватах в залах судов, и прямом и физическом давлении на лиц, которые осуществляют это правосудие. Вот еще один вызов, о котором, мне кажется, стоит сегодня, возможно, поговорить. Ну и последнее, что я хотела бы сказать в контексте вызовов, связанных с войной, это безразличие и усталость. Война, восьмой год уже идет в стране, в Украине война. Безусловно, сегодня, с одной стороны, мы приходим к тому, что нам нужно искать, и государство делает это, искать пути разрешения конфликта, несмотря на то, что, безусловно, в Украине идет международный вооруженный конфликт с Российской Федерацией, очень многие вещи для преодоления последствий войны делать можем мы уже сейчас, и многое делается. Принимаются различные законы, нормативно-правовые рамки, программы помощи и поддержки населения, пострадавшего от вооруженного конфликта. Но надо понимать, что, безусловно, политики очень часто в своих решениях и в своей работе ориентируются на запрос общества. Так вот, мне кажется, что это тоже вызов тем организациям и органам власти, которые работают с темой войны, с точки зрения продвижения тех или иных решений, что общество очень устало от войны, и по некоторым опросам, которые мы проводили, и, правда, еще не презентовали, но будем, больше 60% населения нашей страны считают, что война их никак не коснулась. А, соответственно, запрос у этих 60% страны на разрешение вооруженного конфликта, на помощь жертвам, на проведение институционных реформ в стране для того, чтобы война не повторилась, для того, чтобы с наименьшими потерями выйти из войны, он, конечно, невысок. Запрос более высок на другие решения от государства, социально-экономические, борьба с коррупцией, еще что-то, и условно война, вот та волна запроса высокого общества к государству на решение этого вопроса, она тоже, мне кажется, спадает в какой-то мере, или, скорее, даже трансформируется в то, чтобы государство самостоятельно справилось с этой проблемой, не втягивало общество в решение этих проблем, а, собственно, как только общество дистанцируется от решения этой проблемы, я, несмотря на то, что я работаю в органе государственной власти, да, и, возможно, мне было бы и хорошо, чтобы под нашими дверями никто не битинговал и ничего у нас не просил, но я вижу в этом вызов, когда у общества нет запроса на решение, на защиту жертв войны, на решение вопросов войны, а есть некое делегирование государству, задача решать это как-нибудь, только нас, пожалуйста, не трогайте, да, вот я это так сформулирую, и вот эта усталость и безразличие, мне кажется, тоже может быть серьезным вызовом. Понятно, что сегодня и мы, как государство, тоже генерируем какие-то решения для того, чтобы вернуть тему возвращения наших территорий на повестку дня, буквально через три недели, например, в Украине пройдет большой саммит Крымской платформы, которая объединит уже более 30 лидеров разных государств, где в том числе мы хотим вернуть не только на повестку дня мировую, но и на повестку дня своей страны тему возвращения Крыма, тему защиты жертв войны, хотим вернуть имена жертв войны, потому что очень часто, и это тоже результат, мне кажется, усталости, один политзаключенный, одна жертва пыток, мы еще помним его имя, когда их становятся десятки, сотни, это превращается в просто цифры, которые уже не цепляют эмоционально, которые, к сожалению, не стимулируют к действию, от которых очень устаешь от постоянного сопереживания, и что опять приводит к утомлению общества от этого вопроса и готовностью отдать государству решение всех этих проблем и желание отстраниться от их решения. Вот примерно такие бы рамки, наверное, я сейчас очертила среди вызовов правам человека в контексте войны, с которыми и мы работаем, которые, безусловно, сопровождаются, несмотря ни на что это, и это важно, наверное, сказать, работой массы общественных организаций, правозащитных, которые уже восьмой год работают по этой теме, документируют преступления, помогают государству и развитию государственных институций в сфере преодоления последствий вооруженного конфликта, но это то, вот эти вызовы, о которых я сказала, это то, с чем нам, собственно, тоже придется работать в ближайшее время, по моему мнению. Спасибо. Спасибо, Даша. То есть война, ну, права человека сам по себе достаточно сложный предмет, а война или в широком смысле агрессивная внешняя политика одного из крупных влиятельных государств усложняет ситуацию в разы, можно так сказать. Да. Спасибо. Сергей, какие вызовы правам человека в современном мире видишь ты? Слушай, ну, поскольку я нахожусь тут в таком кругу мастодонтов, людей, которые занимаются темой правозащиты, а я тут мимо проходил, меня за руку поймали, сказали, кормят вкусно, приди что-нибудь расскажи, и я пришел с вами разговаривать, и я расскажу, наверное, расскажу про тему, которой я занимаюсь примерно последние 3-4 года, профессионально занимаюсь, это тема свободы собраний, и я могу сказать, что у меня есть отдельная лекция на эту тему, она где-то там варьируется от 1 часа до 2 часов, в зависимости от того, насколько мы детально этим будем заниматься, да, насколько детально будем в эту тему входить, и я вот сейчас эти 2 часа попробую воткнуть в 15 минут, такая вот у меня сегодня задачка, поэтому включу режим Eminem, и передам привет нашим переводчикам, у которых закипит голова через примерно минут 12, по моим подсчетам, и расскажу вам про свободу собраний, вы знаете, я давно не выступал перед живыми аудиториями, даже у меня небольшой мандраж, потому что я часто выступаю, но вот в живую людей уже давно не видел и от вас отвык, и последний раз, когда я выступал, это была встреча со студентами, причем студентами не юристами, а там была такая смешанная группа, и я им предложил такой эксперимент, мне было бы безумно интересно его провести с вами, но, к сожалению, мы просто по времени не успеем, у меня был такой интересный эксперимент, я предложил людям взять все статьи всеобщей декларации прав человека и выставить их, вот с их точки зрения, каждого отдельного человека, выставить их в приоритетности, да, то есть вот предположим, что нам необходимо лишить вас каких-то прав, которые заложены во всеобщей декларации прав человека. Понятно, что мы не хотим расставаться ни с какими правами, но с какими-то мы не хотим в большей степени, с какими-то в меньшей степени. И вот, к сожалению, когда я попросил людей расставить эти права, по праву на свободу собраний, оно стабильно оказывалось, ну, в последней, там, тройке, в последней пятерке совершенно точно. И, в принципе, мне понятно почему, потому что если я вам скажу, давайте мы вас лишим свободы от рабства, и мы сейчас Черниговский дом прав человека переделаем в Черниговский кирпичный завод, и вы будете здесь делать кирпичи без отдыха и без зарплаты, и мы будем вас принуждать к тяжкой физической работе, наверное, вряд ли вам это понравится. Если я вам предложу лишить вас свободы от пыток, да, и мы сейчас будем включать вам музыку Моргерштерна и Олега Винника, вряд ли вам это понравится. А вот если мы вам запретим, не знаю, там, раз в год выходить с каким-то плакатом куда-то на улицу, да, ну, конечно, наверное, это не очень приятно, но, в принципе, ничего смертельного в этом нет, в понимании обычных людей. Но, как показывает практика, и как показывает практика в том числе наших с вами стран, лишение права на свободу собрания, лишение свободы собрания, оно неминуемо влечет за собой ухудшение ситуации с правами человека в целом стране и лишение вас других прав, да, то есть в тот момент, когда вас лишают возможности протестовать, когда вас лишают возможности мирно и законно высказывать свое недовольство действиями властей или по каким-то конкретным вопросам политическим, социальным, то, значит, власти неминуемо будут свою силу, да, и нарушение прав человека, нарушение социальных прав, нарушение политических прав неминуемо будут расширять. И когда я спрашиваю, например, юристов, наверняка кто-нибудь из вас юрист, когда я спрашиваю о том, существует ли во всеобщей декларации прав человека какие-то упоминания права на восстание, то мне говорят, конечно, нет, Сергей, мы читали всеобщую декларацию 10 раз и нигде не написано про право на восстание, что это вообще за такое странное право. А на самом деле это не так, потому что в аннотации всеобщей декларации прав человека, и вы прямо сейчас можете это проверить, открыв ее на смартфоне, написано о том, что, это не дословная цитата, но суть заключается в том, что там написано, что соблюдение тех прав, которые содержатся в этой декларации, в том числе носит в себе цель, чтобы народ не был вынужден применять крайние меры, такие как восстание против угнетения и тирании, да, то есть это примерная цитата, которая в аннотации к всеобщей декларации прав человека находится. И когда мы сталкиваемся с нарушениями прав человека в своих странах или в чужих странах, на самом деле у нас не так много методов, вот у нас как просто у людей, у рядовых граждан, не так много методов для того, чтобы с этим бороться. На самом деле глобальных методов у нас только два. Это либо свобода собраний, да, то есть мы выходим на улицы и протестуем против нарушения прав человека, Или против нарушения социальных прав, или против изменения политического вектора в нашей стране. Или же мы идем на выборы и мы голосуем за какую-то другую политическую силу. Ну как это я имею ввиду, как это должно было быть по-хорошему, да? Где-то сейчас засмеялись белорусы. Так вот, и россияне, ну не всегда так, к сожалению, происходит, но по идее оно должно быть именно так. И когда мы говорим про свободу собраний, то очень интересный момент, который я тоже люблю спрашивать у людей. Два интересных момента, которые я люблю спрашивать у людей. Первое, это почему во всеобщей декларации и в других европейских конвенциях по правам человека используется формулировка свобода собраний. То есть, если вы обратите внимание, в статьях написано право на гражданство, право на жизнь, право на то, право на другое и потом право на свободу собраний. Почему не право на собрание, право на протесты, право собираться, да? Вот подкуда берется слово свобода? Оно берется, на самом деле, из такой интересной детали. В русском языке и в украинском языке слово право само по себе имеет два значения. Это право как юридическое право и право как право человека, то есть rights, да? Как rights и как будет право юридическое на английском. Вот, то есть в английском языке есть два слова, у нас есть для этого одно слово. И поэтому у нас появляется такая странная формулировка право на свободу собраний. Чем права отличаются от свободы? Кто-нибудь сможет в одном предложении объяснить, чем права отличаются от свободы? Давайте попробуем. Право это то, что ты можешь делать, а свобода, а свобода это то, от чего тебя не могут сделать. Да, в принципе, абсолютно верно. То есть, на самом деле, право это наличие некой бюрократической процедуры. То есть, например, там в Соединенных Штатах, в некоторых штатах есть право на оружие. Или там даже у нас в Украине есть право на оружие. Но вопрос в том, что вы должны пойти, получить какую-то справку, пройти медицинское обследование, и тогда вы действительно можете иметь оружие, да? Или там право на получение гражданства. Но для этого у вас должны быть основания, есть специальный закон, который это регулирует и так далее. А свобода, например, свобода от пыток, да, или свобода от рабства, оно не предполагает никакой бюрократической процедуры. Нам с вами не нужно идти в Министерство юстиции и получать документ о том, что мы свободны от рабства. Или о том, что мы свободны от пыток, да? У меня есть справка, меня нельзя пытать. У меня есть удостоверение свободного от пыток, да? Ну, такого нет, очевидно. И, следовательно, когда мы говорим про свободу собраний, изначально, когда принималась всеобщая декларация прав человека, и когда это было закреплено чуть позже в Европейской конвенции прав человека, то предполагалось, что свобода собраний тоже будет носить такой повсеместный масштаб. То есть, действительно, мы можем уведомлять органы власти о проведении акций, но при этом все равно это не должно носить какую-то забюрократизированную процедуру. Но мы все с вами видим, в какой ситуации мы находимся с вами сегодня. В какой ситуации находится Российская Федерация, в какой ситуации находится Беларусь, в какой ситуации в той или иной степени находится Грузия. Мы видели, да, что буквально там несколько недель назад происходило в Тбилиси. Мы видим, в какой ситуации в целом находится мир, особенно в эпоху карантина и пандемии, когда вопрос свободы собраний еще и для нас подчеркивает какие-то моральные вопросы, да? Буквально несколько дней назад несколько десятков тысяч человек вышли в Киеве на шествие, посвященное крещению Руси. Это была акция, мероприятие, да, от Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, то есть Православной Церкви, которая контролируется из Российской Федерации. И я как человек, который исповедует свободу собраний, как абсолютное право, которое, на мой взгляд, должно ограничиваться только в крайне исключительных ситуациях, я понял, что я не могу для себя ответить однозначно, что для меня более приоритетно, право этих людей выйти на улицы, тем более в священный для них день, да, или же тот факт, что, скорее всего, вследствие этого мероприятия несколько десятков, сотен, а может быть, не дай бог и там много сотен людей попадут в больницы, кто-то из них, возможно, даже лишится своей жизни, да, и, возможно, кто-то из тех, кто даже не был на этом мероприятии, просто проходил мимо, может получить очень серьезные последствия. Поэтому вопросы встают очень серьезные, и на самом деле они начали вставать не сегодня. Но очень интересный вопрос, в какой именно момент они начали вставать. Я думаю, что мы об этом будем говорить во второй части нашего разговора, нашей дискуссии. Я, опять же, люблю задавать этот вопрос, и я люблю спрашивать у аудитории, как вы думаете, в конституции каких постсоветских стран, какая из конституций постсоветских стран, когда страны получили свою независимость, приняли к своей конституции, в какой конституции какой страны было самое либеральное формулировки, самое либеральное право на свободу собраний? Есть, может быть, у кого-то? Прибалтика? Пожалуйста. Мне кажется, что конституция Украины, потому что Украина во многом, и здесь конституция Франции, а Франция, но Франция не будет реальнее право на свободу собраний вообще в мире, потому что не первый из мира, он вообще не право на свободу. Окей, это правда. И есть такая даже, я не до конца уверен, официально ли это формулировка, но есть такое мнение, что конституция Украины вообще одна из самых демократичных конституций в Европе. Мне об этом часто говорят, я не знаю, кто это придумал, но, может быть, кто-то это закрепил, я не буду здесь спорить. На самом деле нет. На самом деле одна из самых либеральных, на мой взгляд, самая либеральная формулировка по части свободы собраний в странах постсоветского пространства в России. И если вы посмотрите, опять же, наша там лекция на полтора часа, я прям привожу цитаты из белорусской конституции, украинской конституции, конституции стран Балтии и российской конституции, мы с вами выясним, что в России самая либеральная формулировка, потому что там как раз-таки свобода собраний прописана максимально возможно. Там написано о том, что 31 статья Конституции Российской Федерации написано о том, что каждый человек имеет право мирно и без оружия собираться и проводить митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Переводчики уже устают, да, я чувствую. И точка, на этом все. А в Конституции Украины, например, прописана примерно такая же формулировка, однако дальше есть очень важная строчка, которая звучит примерно следующим образом, что про проведение этих мероприятий необходимо уведомлять органы государственной власти. И на сегодняшний день в Украине этой формулировкой по большому счету не злоупотребляют. Но теоретически какая-нибудь политическая сила сейчас может выйти с инициативы и сказать о том, что послушайте, у нас в Конституции прописано, что необходимо уведомлять, а профильного закона нет. В Украине нет профильного закона про проведение публичных мероприятий. А давайте примем профильный закон про то, как именно мы будем уведомлять органы власти. Примем какие-нибудь специальные бланки, которые, собственно, будут регулировать этот момент. Сроки, не позже определенного срока, не раньше определенного срока. В России на самом деле все точно так и начиналось. Я помню, как в 2013 году, вот я помню реально день, я помню погоду, я помню место, где разговор этот происходил. Я жил в России, занимался общественной политической деятельностью в России. И я помню, как один из моих коллег мне сказал, что... Это был 2013 год, и он мне сказал о том, что, ты знаешь, сейчас будут... Есть инсайт, сейчас будут изменения в администрации городской. И новый человек, который придет, он запретит митинги на театральной площади, на главной площади в Сратове. И я сказал, это чушь. Я говорю, что значит, как можно... То есть для меня это было... Я говорю, как можно запретить митинги на конкретной территории. То есть, ну, это же просто абсурд. Тем более, мы их всегда там проводим, но мы их продолжим проводить. Что значит запретить? То есть, ну, в 2013 году для меня это звучало, как какая-то шутка, да? То есть, как, ну, абсурдная ситуация. Меньше чем через год мы не могли провести митинг ни на одной площадке в центре города. Ни на одной. То есть, даже разговоров там про театральную площадь даже не велось. То есть, нас отправляли митинговать на кладбище на Елшанской. Это реальная история. Там, в Глебычев овраг, где там такая речка течет. Имеет она там определенное название. Не буду говорить для трансляции, чтобы потом YouTube не забанил это название речки. И... То есть, на самом деле, свобода собраний очень легко подвергается давлению. Очень легко подвергается определенным ограничениям. И даже тот факт, что в наших конституциях или в наших профильных законах может быть сформулировано все очень либерально и лояльно. Эти законы могут меняться. Как это происходило в России в несколько этапов. Как это происходило в Беларуси в несколько этапов. Как это происходило в Казахстане в несколько этапов. Законы ухудшаются. Все больше и больше бюрократических процедур вводится. И, на самом деле, наша с вами задача... Я на этом буду заканчивать. Наша с вами задача, как правозащитников, наша с вами задача, как активистов, наша с вами задача, как... Может быть, кто-то себя позиционирует как политического активиста, там, политического деятеля в будущем или в прошлом или в настоящем. Наша с вами задача, безусловно, защищать свободу собраний как абсолютное право всех людей. Потому что, если мы с вами начнем подвергать это право сомнению, что мы, конечно, с вами за свободу собраний, но не для партии Ширия. Мы с вами, конечно, за свободу собраний, но не для сторонников Лукашенко. Мы с вами, конечно, за свободу собраний, но партия наша, или там, я не знаю, НОД, это, конечно, совершенно точно их нужно этого лишить. Ну, я не буду говорить вот эту тривиальную, хотя нет, я скажу тривиальную фразу о том, что всем известная поговорка, когда пришли за коммунистами, я не вышел, потому что я не коммунист. Когда пришли там за теми другими, а когда пришли за мной, уже некому было выйти на мою защиту. И в случае с свободой собраний, к сожалению, зачастую происходит так же. Сначала мы подвинулись, потому что пандемия, и есть абсолютно объективные на то причины. Потом мы подвинулись, давайте запретим митинговать откровенным фашистам. Но они нападают на людей, они разрисовывают администрацию президента и так далее. Давайте лишим их права на свободу собраний. Потом лишим права на свободу собраний Медведчука под бурные аплодисменты, даже, наверное, у меня в душе. Но тем не менее, да. А потом, рано или поздно, мы сами вдруг окажемся в одном ряду с фашистами, Медведчуком, как бы это страшно не звучало. И потом этот круг людей, круг избранных, у которых есть право на свободу собраний, будет все меньше, а круг тех, кто будут лишены этой свободы, все больше. Поэтому наша с вами задача бороться за свободу собраний и защищать ее для всех, ну, наверное, кроме совсем исключительных случаев. Ну, это уже вопрос нашего с вами здравого смысла. Я уверен, что у всех у нас он есть. Есть. Переводчики выдыхают, и я передаю микрофон. Спасибо. Сережа, я хотел бы задать тебе уточняющий вопрос. Например, Дмитрий Киселев, это о свободе слова? Или русская весна, это о свободе собраний? Ну, смотри, если мы говорим с конца в начало начну, если мы говорим про русскую весну... Очень коротко. Мы сможем поговорить об этом подробно на следующий день. Это точно не про свободу собраний. Потому что, извини меня, когда вертолетами на территорию иностранного государства привозят вооруженных людей без опознавательных знаков, да, и за там какие-то 30 долларов собирают сомнительных мужчин на площади, которые с собой легализируют присутствие этих вооруженных людей, это, конечно, разговор не про свободу собраний. И, на самом деле, если мы глубже влезем, там есть специальный уполномоченный при ООН по свободе собраний, у него есть свои формулировки, в какой момент свобода собраний перестает быть таковой. То есть все это зафиксировано, есть определенные международные нормы, которые предполагают, в какой момент можно прекращать публичное мероприятие, в какой момент свобода собраний на самом деле под собой подразумевает угрозу национальной безопасности и другим моментам. Да, поэтому здесь, безусловно, есть ограничения, безусловно, они должны быть, как и в любом, на самом деле, праве, да, они должны быть, вот. Но нам очень важно вот эту рамку держать, да, и очень важно не поддаваться на свои личные эмоции. И я, честно, могу сказать, что мне самому тяжело иногда с этим бывает, да. Это права человека. Да, мне иногда самому, когда я вижу там скачущих Медведчуков или Ширеев, да, или там Илью Кыеву в этой кокарде советской, которой там Путин приди, порядок наведи, мне тоже тяжело на это смотреть. Но я вспоминаю, как мне тяжело было смотреть на, там, нацистские или ультралевые акции в России, а потом я вспоминаю, как мы с этими нацистами и ультралевыми сидели и делили кусочек курицы в одном СИЗО, да, это в буквальном смысле, это не форма речи, да, то есть просто потом пришли за всеми нами. Я согласен с тобой, но мой комментарий был о злоупотреблении правом прав человека, о сознательных, спланированных попытках определенных государств разрушить саму систему прав человека, используя ценности прав человека, ненадлежащим образом, если можно так выразиться. И здесь, я думаю, очень легко отделить эти попытки от целей защиты прав человека по их сути, по цели, например, мирных собраний или высказываний. Дмитрий Киселев и «Русская весна» это не о свободе слова и не о мирных собраниях, это о преследовании определенных политических целей, это не об общественном интересе. Права человека, там, свобода слова или свобода мирных собраний позволяют нам защищать те или иные общественные интересы, а вот эти попытки совсем о другом. Я просто маленький и забавный тезис, ты меня надвинул, одна минута, это буквально 30 секунд, засекай. Один маленький тезис интересный, было такое исследование в украинских медиа о том, какие телеканалы и какие информационные агентства чаще всего, в принципе, упоминают словосочетание права человека. И рекордсменом был телеканал 112. Это телеканал Виктора Медведчука, одна из главных пропагандистских платформ российских в Украине, потому что там регулярно рассказывалось о том, что языковой закон нарушает права человека. Ну, в общем, вы понимаете, да, что действующие власти... То есть у нас главный правозащитник, это Виктор Медведчук и телеканал 112, как мы понимаем. Поэтому, безусловно, ты абсолютно прав, это я в твой же тезис, да, о том, что очень часто негодяи используют права человека, чтобы их же и уничтожить, будем так говорить. Спасибо. Но вернемся в сферу общественного здоровья. Никита, какие вызовы в этой сфере правам человека существуют в современном мире? Спасибо за приглашение выступить, рассказать со стороны общественного здравоохранения, какие есть вызовы, какие есть коллизии между частными правами человека, какими-то, возможно, более общественными интересами. Много уже было сказано по поводу ограничения свободы собраний, свободы вероисповедания. Допустим, да, сейчас много об этом говорится, как соотносить какие-то интересы человека, права человека по поводу участия в митингах, выражения какой-то своей религии, практики своей религии и требованиями общественного здравоохранения, в интересах которого ограничить максимально собрания для нераспространения пандемии, да, много вопросов, связанных с экономическими вопросами, когда вынуждены закрывать свой бизнес на определенное время предприниматели в целях охраны общественного здравоохранения, нераспространения пандемии. То есть эти вопросы, они были и раньше, но сейчас в условиях пандемии коронавируса они еще стали более острыми, вот это вот соотношение между общественным интересом борьбы с пандемией и правами человека, да, которые закреплены на международном уровне, да, право самовыражения, право свобода собрания, свобода практики определенной религии и так далее. Вопрос, который сейчас, чтобы не повторять то, что уже было сказано, я хотел бы больше сосредоточиться на вопросе, который связан с лекарствами, с вакцинами против коронавируса, вопрос, который сейчас особо стал острым и также представляет собой вот эту вот коллизию, да, между правами человека и какими-то, возможно, интересами общественного здравоохранения. Часто, ну, я думаю, большинство из нас все видели, наверное, собирают деньги на лекарства ребенку или взрослому человеку, да, какие-то там огромные суммы. Многие вынуждены, да, там продавать имущество, продавать квартиры для того, чтобы купить лекарства, которые даже не гарантируют излечения человеку, да, но, возможно, даст возможность дольше прожить или увеличить шанс на выздоровление. И наверняка у многих возникает вопрос, почему, да, так, почему какое-то лекарство может стоить, там, 30 тысяч долларов или 50 тысяч долларов в курс лечения, почему нельзя это сделать как-то, ну, более, более разумно, да, снизить цену. Ситуация состоит в том, что компании, которые разработали определенные лекарственные средства, они, как правильно, заявляют о том, что для разработки лекарства было произведено огромное количество инвестиций. И, соответственно, поэтому, чтобы отбить эти деньги, компенсировать их и, возможно, заработать какие-то суммы, которые в дальнейшем можно использовать для развития, для разработки новых лекарств, в связи с этим они вынуждены ставить такие большие цены, как 30, 50, иногда даже 100 тысяч долларов за курс лечения одного человека. И вот тут возникает определенная дилемма, определенная очень довольно бурная дискуссия по поводу того, какие реальные инвестиции фармацевтические компании вкладывают в разработку определенного лекарства. И поскольку компании, как правило, не разглашают эту информацию, заявляя о том, что она является конфиденциальной, тут возникает очень много споров, разногласий, потому что сторонние, третьи лица, участники отношений в сфере общественного здравоохранения, как, например, институты, научно-исследовательские центры, неправительственные организации, они иногда проводят свои альтернативные подсчеты того, как, сколько стоит разработка одного лекарственного средства. Потому что это исследования, это клинические испытания, клинические испытания на животных, потом на человеке, на мужчине, на женщине, на разных возрастах и так далее. И цифры, соответственно, есть очень разные. Есть исследования, которые говорят, что разработка одного лекарства стоит в среднем 150 миллионов долларов. Некоторые есть исследования о том, что разработка одного лекарства и, естественно, клинические испытания, от этого входят как часть разработки, они стоят 10 миллиардов долларов. Соответственно, фармацевтические компании, они не разглашают эту информацию. Понятно, что у них есть определенный интерес держать это в тайне, поскольку общество не может знать, сколько реально было разработано, сколько действительно идет денег в разработку новых лекарств, а сколько идет в карманы, условно говоря, собственникам акций этих компаний. Сейчас эта дискуссия особо активна в связи с эпидемией, пандемией коронавируса, в связи с тем, что по последним данным 2020 года фармацевтический рынок, фармацевтические компании, они по своему доходу уже практически догнали компании нефтегазового сектора. Там фактически разница примерно 5-7%. Это было связано с тем, что была высокая потребность, и сейчас она существует в лекарствах от коронавируса, в вакцинах, в других медизделиях. И существуют большие дебаты, сейчас они еще более стали активны по поводу того, вот это соотношение, где есть права пациентов, а где, да, как неотъемлемое право человека на жизнь, на здоровье, и где есть вот эти вот коммерческие права, компании, которые зарабатывают деньги. Ну и, естественно, в фармацевтическом секторе эта дискуссия особо активна в связи с тем, что это такая чувствительная для всех тематика жизни и здоровья человека. Вот завершая, хотел бы отметить, что сейчас в рамках Всемирной торговой организации есть инициатива в том, чтобы отменить патентные права на все медизделия, которые касаются коронавируса, а возможность поддерживать большим фармацевтическим компаниям большие цены на лекарственные средства, она как раз гарантируется тем патентам. То есть компании, когда изобрели что-то новое, они за это получают определенную монополию, там обычно это в течение 20 лет, иногда дольше на это лекарство, и соответственно они являются монополистами, они могут выставлять за лекарственные средства фактически любую цену, которую они посчитают нужной, исходя из рыночной ситуации. А соответственно пациенты вынуждены платить цену, поскольку зачастую они не могут обойтись без определенного лекарственного средства. И в целом лекарства, их зачастую очень легко скопировать, особенно когда это таблетированные небиологические лекарства, это таблетированные лекарства, так называемые маленькие молекулы. И соответственно любая компания-конкурент, она купив, допустим, лекарства другой компании, может с помощью обратной инженерии, с легкостью это лекарство воспроизвести. Поэтому вот эта монополия и возможность поддерживать высокие цены на лекарства, 50-30 тысяч, 100 тысяч, о которых мы говорили в начале, она как раз за счет патента, за счет права интеллектуальной собственности, она дает компаниям такую юридическую возможность. То есть если какой-то из конкурентов скопировал их лекарства, которые они разработали, они могут пойти в суд и наказать их, запретить им использовать, взыскать с них компенсацию и так далее. Поэтому сейчас в рамках Всемирной торговой организации есть такая инициатива, она поддерживается рядом стран, в основном это странами, развивающимися странами, которые не имеют такой возможности, как развитые страны по вакцинации, по лечению своих граждан. Поэтому вот сейчас такая дискуссия есть в международных организациях, и есть дискуссия по поводу того, чего этот отказ будет конкретно касаться, или это будет отказ от вакцин, или это будет и от вакцин, и от лекарств, касающихся коронавируса, или это будет на какой-то срок будет вот эта вот приостановка патентных прав на год, на два, на период всей пандемии коронавируса. И это такой интересный прецедент, который может дать дальнейший толчок этой дискуссии и определению того, где есть граница между правами крупных компаний, их коммерческими правами, и правами пациента, правами на жизнь, на здоровье, на доступ к лечению. Спасибо. Спасибо, Никита. Мы продлили эту сессию на полчаса, и на полчаса сократим следующую сессию с полутора часов до часу. И сейчас перед перерывом я предлагаю нам оставить еще 10 минут на вопросы к нашим спикерам, и мы можем начать. Максим первый поднял руку, потом Женя. Привет, Никита, и у вас. Я сегодня спикерам о важности обсуждения Конституции, но, на мой взгляд, проблема сейчас не в Конституции, а в грантах этой Конституции, что кто-то считает себя главой государства, кто-то политически является, но они не исполняют эти Конституции. Когда Дарья и Сергей говорили о проблеме зеленых там, и не важно в какой форме человечков, я не видел приглашения Украины, чтобы эти человечки здесь появились, на этой территории. Поэтому сейчас я вижу, что это идет гибридная война, и нужно нам, правозащитникам, объединяться, и делать постоянно совместные заявления, чтобы тем, кто считает себя главами этих государств, и должны быть гарантами этой Конституции, что если они позволяются в 21 веке вторгаться на территории иностранного государства без приглашения, то это война, называйте гибридной, какой хотите. Но в войне всегда есть проигравшая сторона, и проигравшая сторона должна заплатить репарацию. И, на мой взгляд, невозможно нормальное развитие дальнейших тех стран без выплаты репараций. Украина, Белоруссия, и я присоединяюсь к коллегам Грузии, потому что то, что у них происходило, это также и Армении тоже. Потому что сейчас то, что делается там в этих кабинетах, нас пытаются обмануть, насколько у нас будет больше знаний, фактов, и здесь нужно развивать мониторинг, тем быстрее, скажем так, мы приблизим выплаты репараций и нормальное развитие в 21 веке. Потому что если нет, я сегодня правозащитник, но я гражданин своей страны. И если эти войны не закончатся, и не наступит действительно мирное время, то я готов взять оружие, чтобы защищать свою страну и другие страны, если сейчас нахожусь в Украине. Поэтому я считаю, что мы эту работу должны делать, объединяться и продвигать, и постоянно напоминать тем, кто сейчас не соблюдает, скажем так, институции, международное право, что вот расплата, она будет, и она будет очень серьезной. Спасибо, Максим. У кого-то из спикеров есть сильное желание прокомментировать? Если есть время. Да. А, давайте роман. Даша. Я буквально небольшой комментарий. На самом деле, мне кажется, что делают... Просто приведу пример украинский, безусловно, как реакции на неисполнение Конституции. Безусловно, взять в руки оружие, это один из методов, и, собственно, Украина взяла в руки оружие, защищала свою и защищает свою территорию. Но не менее важным, мне кажется, являются в этой, как вы ее назвали, гибридной войне, хотя она не гибридная, это просто война на разных фронтах. Это информационный фронт войны, фронт вооруженный, но есть еще у нее правовой фронт. И мне кажется, Конституцию не менее важно защищать, собственно, правовыми инструментами. И то, что делают сегодня, в том числе в Украине, и мне кажется, это очень важно, если бы то, что сегодня делают в Украине, произошло бы ранее и в других странах, это, собственно, используют оружие, я скажу так, используют инструменты права для защиты и прав человека, и Конституции, и в целом систему международного права. сегодня правозащитные организации в Украине, в принципе, наверное, они первыми откликнулись на вызов войны в первый год-два, и я скажу, что документирование и сбор фактов тяжелых военных преступлений, которые совершаются на территории Украины из-за войны, первые несколько лет осуществлялись исключительно правозащитниками. И то, что сегодня Украина имеет десятки, я считаю, довольно сильных обращений в международные судебные инстанции, такие как Европейский суд по правам человека, Офис прокурора международного уголовного суда, Международный суд ООН, в том числе является результатом того, что кто-то решил в какой-то момент не брать в руки оружие, а идти и документировать преступления, которые совершались. И сегодня вообще мы наблюдаем, мне кажется, некий феномен в Украине, когда правозащитные организации инициативы находят точки соприкосновения и сотрудничества с органами государственной власти, помогают правоохранительным органам и органам государства в разбудове, в усилении институциональности и способности государственных органов самим в дальнейшем документировать такие преступления, расследовать их и, собственно, делать их инструментом и оружием на правовом фронте войны. Сегодня Украина уже имеет первое решение в Европейском суде по правам человека по делу по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, где, собственно, признан факт контроля Российской Федерации над территорией Крыма как минимум с 27 февраля, то есть, когда так называемые зеленые человечки, о которых вы вспомнили, а именно вооруженные силы Российской Федерации фактически стали контролировать все органы власти на территории Крыма и Европейский суд по правам человека уже назвал более 12, если не ошибаюсь, нарушений в сфере прав человека, по которым он видит системные административные практики и которые будут рассматриваться в дальнейшем в этом деле по сути. Поэтому мне кажется, что этот инструмент очень важен в работе правозащитников и ситуация с Украиной показала, что да, это инструмент, который, возможно, не дает быстрых результатов здесь и зараз, но он очень важен с точки зрения будущего и с точки зрения защиты через инструменты международного права, тех конституций и ценностей, которые в них закреплены. А очень хочет, мне кажется, иногда враг, чтобы мы использовали в первую очередь оружие, а не инструменты права, дискредитируя само право само по себе и показывая, насколько оно неспроможное и неспособно защитить те ценности, которые закреплены в наших конституциях. Спасибо, Даша. У меня очень короткий комментарий. Я не разделяю этот пиетет к тому, что у нас существуют какие-то гаранты соблюдения конституции. Мне кажется, что вообще само понятие гарантов конституции, оно противоречит вообще логике конституционализма, потому что конституции были связаны именно с желанием общества ограничить некую власть тех людей, которые считали себя гарантами всего, чего только существует. там в пределах их достижимой власти. Поэтому то, что гаранты будут игнорировать, это, ну, я думаю, что неизбежно. Ничего нового в этом нет. Они всегда пытались расширить свои возможности, изменяя вот этот баланс и распределение власти, на котором и построена любая конституция. То есть Великая Хартия Вольности это результат чего? Восстание обороны против абсолютной власти монархов. То есть американская конституция, которую мы считаем силом, это тоже как бы построение балансов для того, чтобы не допустить установления власти британского типа абсолютизма. То есть поэтому я думаю, что этот феномен не новый. нужно понимать, нужно понимать, что без активных действий гражданского общества, других ветвей власти, никакие гаранты никогда не будут добрыми, хорошими, соблюдать конституцию, защищать права всех. То есть это вот просто иллюзия, я думаю, от которой нам стоило бы отказываться. Спасибо. Спасибо, Роман. Был вопрос у Жени, Женя поднимала руку первым. Я боюсь, что на этой сессии это будет последний вопрос, больше мы не успеем. Но запоминайте или записывайте ваши вопросы, мы сможем задать их нашим спикерам после перерыва. Да, Роман говорил о растущей роли национализма в политике внешних государств и внутренней. Дарья говорила про то, что будет проводиться форум, который тоже будет стараться поднять тему Украины на международном, снова вернуть ее в международную повестку. Все мы знаем про Беларусь, которая тоже старается оставаться в фокусе международных СМИ, также конфликт в Мьянме, Грузии, Армении и каждой из стран. И это сегодня очень большое количество вызовов из стран, которые борются за вот этот вот кусочек международного внимания и международных институций. И именно, наверное, в этом году проблема и пандемии и большого количества вызовов оголили, наверное, вот эти бюрократические кулуары международных институций, их бесконечная озабоченность, но не очень большая эффективность. И у меня в связи с этим такой вопрос. Не слишком ли мы много взвалили, условно говоря, на международные институции, и где-то мы пренебрегли, возможно, развитием национальных механизмов защиты прав человека. Что с этим сейчас делать? Потому что вот вчера у нас была буквально лекция со спикеркой из ОБСЕ, которая говорила о тренде на деспотические, на авторитарные системы управления. И эти тренды они параллельны. То есть национализм, авторитаризм, растущее количество вызовов и все это одновременно. И естественно, что международные механизмы не справляются, и рассмотрение в КПЧ может занимать 3-4 года, 5 лет. Что нам делать, как нам быть, какие вы думаете? Возможно, да, ваше видение развития этой ситуации, возможно, пересмотра концепции, возможно, упростить или бы ускорить механизмы международные принятия решений. Не потеряем ли мы тогда вот этот гуманизм и вот рассмотреть со всех сторон? Вот такой вот вопрос. Спасибо. Непростой вопрос. Я думаю, что 5 минут нам не будет достаточно для подробного ответа, но давайте стараться лаконизировать. Супер, супер тезисный. Я абсолютно согласен. Я думаю, что вряд ли вообще в этом помещении найдется хоть один человек, который скажет о том, что система защиты прав человека в мире на сегодняшний день идеальна, да, или хотя бы близка к идеальной. Конечно, это не так. Я хочу напомнить о том, что сама концепция всемирной защиты прав человека, опять же, та же всеобщая декларация, Европейская конвенция и организация объединенных наций и всякие другие механизмы, они все рождались, во-первых, вследствие Второй мировой войны. После Второй мировой войны и они все по большому счету были построены на огромном количестве компромиссов и самое главное, что на принципе, ну, будем так говорить, общей адекватности, что ли, на принципе общего доверия. То есть, у нас существует множество ограничений, что государства не могут заниматься тем, 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 там, не знаю, там, устраивать геноциды, захватывать чужие территории и так далее. Но при этом мы в тот момент договорились, что это наше общее обязательство. Но у нас нету какой-то конкретно прописанной ответственности, а что делать в ситуациях, когда эти нарушения все-таки происходят. то есть, на сегодняшний день уже юридически всем, ну, там, и фактически, и юридически всем понятно, кто сбил малазийский Боинг, кто захватил Крым, кто начал там агрессию на Донбассе. Но при этом мы видим, что механизмов, что делать, конкретных действий, да, что делать в случае, если это произошло, этих механизмов либо вообще нету, либо они, ну, абсолютно недостаточные. То есть, к сожалению или к счастью, я не знаю, нету какой-то международной полиции, которая вне каких-либо вообще государств находится и которая сразу же десантируется в Минск, арестовывает Лукашенко, потому что он нарушал права человека, да. То есть, для этого нам, наверное, нужны инопланетяне, которые будут вот совсем на другой планете, вне нашего контекста, вне наших политических интересов, и они будут прилетать и забирать Лукашенко, там, Путина и отправлять их в космическую тюрьму. Но десантироваться в Ирак или в Афганистан международные коалиции могут. Абсолютно верно, да. Действительно, очень долгая тема. Я согласен, что есть, и на самом деле есть позитивные примеры подобных ситуаций, да, я имею в виду международные интервенции, но существуют и не очень позитивные примеры международных интервенций. Это очень долгая тема, и, к сожалению, интервенции, это, наверное, уже крайняя форма, крайний метод, когда уже, ну, начинается реальный геноцид, когда счет жертв идет там на сотни тысяч людей, как это было в Ираке, да, когда власти применяют химическое оружие против собственного населения. пока все-таки мы от этого далеки и надеюсь, что до этого не дойдем. Спасибо. Кто-то хочет еще прокомментировать? Ну, очень коротко. Было очень много иллюзий после Второй мировой войны о том, что вот на такой гуманитарной волне того, чтобы не допустить больше то, что произошло, создать огромную эффективную международную инфраструктуру, начиная от самой глобальной идеи универсальности прав человека, да, и заканчивая механизмами защиты и аж до гуманитарных интервенций, которые в случае, если какие-либо режимы не готовы соблюдать, выполнять и так далее, вот они будут наказаны. Ну, теперь мы видим, что гуманитарные интервенции, которые происходили, преимущественно они отражали не какое-то там условное международное согласие, но это больше конкуренция и национальные интересы тех или иных стран, которые их реализуют. К сожалению, это так. Лучшая ситуация с международными механизмами защиты, поскольку какой-то баланс удалось выстроить, но тем не менее посмотрите на состав Совета ООН по правам человека сейчас, где самые авторитарные режимы представлены на планете, которые его контролируют, и мы понимаем, что эта инфраструктура, от которой тоже были большие ожидания, наверное, будет малоэффективна. Если говорить о вообще задачи для этих международных механизмов, никогда не ставилась перед ними задача, что это универсальные механизмы справедливости, то есть они должны помогать странам, они не должны их подменять и заменять. И поэтому для обращения существует принцип исчерпания национальных средств защиты. Более того, сейчас, наверное, вот в этой ситуации еще больше приходит осознание того, что нельзя перекладывать на международные институции то, что они не могут, и на национальном уровне внимания к защите права человека должно быть намного выше и больше. Я думаю, что с разных сторон мы сейчас еще больше видим именно такой тренд. А насколько эти усилия будут успешными, можем ли мы повернуть обратно эту волну универсальности и международной признаваемости прав человека, в многом будет зависеть от успехов на национальном уровне. То есть если эта волна пойдет, то она пойдет именно от стран, которые будут двигателями этого процесса. Поэтому понимаете, как это тоже такой вот волнообразный процесс. Мы закончили некоторый подъем, когда на идеях международной солидарности вы говорили, что много стран ее ищут, пытаются получить. Ну да, сейчас это дало трещину. Сейчас такой глобальной солидарности нет, тем более, когда возникают вызовы, люди традиционно ищут защиты в самых близких сообществах, вот не в международных. Пошла волна миграции в Западную Европу, и люди стали голосовать за националистические партии, потому что они обещают защитить их село от какой-то может даже иллюзорной навалы мигрантов. Они забыли, что они граждане Европейского Союза, в которых одни ценности. Они сразу вспомнили так, у меня паспорт Германии, я живу в Баварии, и самая правая партия, вот это мой выбор, потому что они меня защищат от того, чего я боюсь. И вот эта же логика работает в других процессах, когда существует угроза безопасности человеку. Они начинают опускаться от глобальных проектов, от идей солидарности к некоторой защите. Вот нынешняя ситуация, она всех поставила перед иным выбором, и мы должны понимать, что вызовы немножко другие, я об этом говорил в своем выступлении, сейчас не буду к этому возвращаться, но это не означает, что она изначально проигрышная, это просто означает внутреннюю мобилизацию, действительно внимание на национальные средства защиты, и именно оттуда должна подняться вот эта новая волна, как с курсами криптовалют, вот мы собственно говоря, должны ее создать. Спасибо, Роман. Собственно, Женя своим вопросом подвел нас к теме, которую мы хотим рассмотреть в следующем блоке после перерыва, что нам со всем этим делать, что нам делать в этой сложной, непростой для системы прав человека ситуации, международной ситуации. Давайте поблагодарим наших спикеров, и мы продолжаем здесь ровно в 12.30. Пожалуйста, не опаздывайте. Что ж, продолжаем. Во второй половине этой дискуссии мы хотели поговорить о том, какие есть решения, как мы можем ответить на современные вызовы в сфере прав человека, но с нашими спикерами на перерыве мы договорились начать с вопросов, поскольку видели, что у вас возникли вопросы на предыдущей сессии, на которые мы не успели ответить. если вы еще не получили ответов на свои вопросы, то пожалуйста поднимайте руки и начнем с этого. Да, пожалуйста. Микрофон. Здравствуйте, спасибо, меня зовут Андрей. Первый вопрос у меня был ближе к Роману, потому что я услышал его выступление следующее. Я, наверное, продублирую вопрос, который уже ранее был озвучен, но все-таки я его более хотел бы уточнить и, наверное, развернуть. Право на пропаганду является свободой слова. Это вопрос Киселёля. Все-таки это базовый принцип, как к этому можно относиться. И второй вопрос у нас был касаемо права на свободу собраний, в условиях эпидемии. Где грань между правом и безопасностью? Спасибо. Ну, у вас два вопроса на уровне отдельной диссертации. Я бы так сказал. Если абстрактно говорить, пропаганда сама по себе, если вот что такое, это способ распространения информации с определенной целью. И вопрос не столько в способах распространения информации, то есть тот же Киселёв, он работал когда-то на украинском телевидении, на телеканале ICTV, правда, был ведущим, платил ему зарплату Виктор Михайлович Пинчук, и был он счастлив и ходил на чемпионат Европы по футболу в украинских футболках, шерфах и так далее. То есть сам Киселёв не является никакой угрозой, он является некоторым орудием пропаганды, если говорить о том, что происходит сейчас. И вот теперь всегда возникает вопрос целей. А если цель это легитимизация насилия, распространение вражды, которая ведет к конфликтам, то или распространение информации, которая совершенно не соответствует действительности, с какой-то конкретной целью повлиять на какие-то действия. Особенно в условиях, когда существуют высокие степени угрозы. И вот тогда возникает вопрос баланса. То есть если отвечать на ваш вопрос прямолинейно, да или нет, да, это безусловно покрывается вопросом свободы слова, свободы выражения мнения. Но право на свободу выражения мнения не является абсолютным, правда? И оно подлежит ограничениям. И вот вопрос пропорциональности ограничений, он самый сложный всегда. Сейчас мы оказались в новой реальности в связи с тем, что ограничения вводятся вот сегодня на завтра, решением Совета национальной безопасности и обороны в Украине. То есть не происходит какой-то реальной оценки пропорциональности действий. Нет возможности сторонам давать какие-то свои аргументы, еще что-то, к чему мы привыкли, когда происходит поиск справедливого баланса. и здесь вот я об этом наверное немножко не успел сказать, понимаете, как сейчас ключевым становится вопрос еще времени принятия решений. Вот в условиях, когда конфликты, когда угрозы усиливаются, решение, которое будет принято через там 5-7 лет, его ценность намного теряется. Вот посмотрите, что сейчас происходит, когда наши там телеэкраны, социальные сети заполонили журналистские расследования и очень часто когда одно и то же событие расследуется с противоположных сторон и эти расследователи поддерживаются разными заинтересованными лицами. Почему это происходит? Ну казалось бы, ну есть спор, так идите в суд, получите там судебное решение, будет какой-то вот вариант понятный разрешения конфликта. Но это же будет когда-то потом, а в случае с информацией, то есть все будут уверены, что ты прав вот уже сегодня, потому что факты, вот они вот такие, выгодные тебе интерпретации, будут максимально распространены уже на сегодняшний день. То есть вот эта быстрота становится очень привлекательной, очень важной категорией и характеристикой, за которую готовы платить, в которую готовы вкладывать ресурсы. А как эта быстрота достигается? Охватом аудитории, способом распространения информации. Чем у тебя больше этих возможностей, тем выгоднее оказывается это делать. И дальше проверяемость тех же фактов ну очень сомнительная. Ты складываешь в цепочку какие-то события выгодные тебе. Дальше это все наматываешь на вентилятор этих пропагандистских ресурсов, которые у тебя под контролем находятся. Так действуют ольгархи, так действуют авторитарные режимы. И теперь возникает вопрос, а где же баланс? Мы просто будем поглощать вот это вот чего становится все больше и больше, считая, что на это распространяется абсолютная свобода слова и лучше туда не вмешиваться или же нет. Вот страна, в которой понятие о свободе слова было намного более широкое, чем в Европе, Соединенные Штаты, но они столкнулись с этими вызовами в очень многих измерениях и в связи с вмешательством американские выборы и особенно с блокированием в социальных сетях президента тогда еще действующего Трампа. Ну вау, это покрывается первой правкой американской конституции или нет? Ну как бы огромная тема, очень сложная, на которой вот собрать вот такую же аудиторию в Америке будет большой конфликте, огромное количество мнений. То есть знаете как, мы сейчас стоим в таких условиях, когда нужно очень многие вещи, которые для нас были, ну мы считали, что мы знаем на них правильные ответы, где же этот баланс. Сейчас возникает вопрос, а знаем ли мы, где этот баланс, да? А стоит ли его пересматривать или нет? Вот мы стоим на этом рубеже, кто его устанавливает? Какая легитимность этого решения? Я думаю, что это вот где-то такой большой-большой круглубок проблем, на которые, наверное, никто сейчас не скажет вот однозначно. Будет какой-то набор мнений, какая-то большая дискуссия, и я думаю, что она будет только обостряться в ближайшее время, потому что этих вызовов все больше и больше. Кто-то хочет еще прокомментировать? Я про свободу собраний, там был вопрос, вторая часть вопроса про свободу собраний. Вопрос в чем? Вопрос в том, что вообще права человека это очень адаптивная такая вещь, которая меняется со временем, которая, безусловно, должна подстраиваться под эпоху, должна подстраиваться под изменения в целом нашей жизни. Понятно, что те условия, которые были в быту нашим с вами, там 60-е годы прошлого века, быт человеческий очень сильно изменился там буквально за полвека, а дальше он будет меняться еще сильнее. И практику реализации тех или иных свобод формируют несколько институций. Одна из институций это Европейский суд по правам человека, который сталкивается иногда с очень интересными кейсами. Вот я вам могу забросить, например, интересный кейс, что в России существует официальный запрет на ношение масок на публичных мероприятиях. И раньше предполагалось, что их носят с целью скрытия лица, а значит потенциальное скрытие идентификации, если вы вдруг совершите какое-то правонарушение. Сейчас буквально за несколько месяцев мир изменился кардинально, а при этом норма закона до сих пор действует. То есть, если вам даже согласовали мероприятие, если вы носите маску, вы нарушаете статью 20.2 часть 5. Если не носите, то нарушаете статью про обязательное ношение масок и следовательно карантин. Я знаю, что уже есть несколько таких кейсов в ЕСПЧ. Вопрос заключается в том, что, конечно, все это рассматривается, как вы сами наверняка знаете, очень долго. То есть, ответ на эти вопросы, что является в данном случае правильным или неправильным, ЕСПЧ вынесет через 2-3, может быть, 4 года, а может быть, и того больше. Из тех ответов, которые у нас уже есть сейчас, я могу обратить ваше внимание на доклад специального полномоченного ООН по вопросам свободы мирных собраний. Есть такой человек, такая институция, орган такой специально полномоченный. В прошлом году вышел большой отчет. Я, честно говоря, думаю, что, наверное, людям, которые не занимаются специализированно свободой собраний, я думаю, он будет очень сложный для восприятия, но можно в СМИ найти его краткие изложения, и там, в частности, пишется о том, какие ограничения в условиях пандемии являются соразмерным в части свободы собраний и какие не являются соразмерным. Но, в частности, уполномоченный прямо говорит о том, что введение всеобщего запрета на публичные мероприятия, которые не ограничиваются какими-то конкретными областями и, самое главное, не ограничиваются во времени, является несоизмерным. То есть, в случае, если власти считают, что необходимо ввести запрет на публичные мероприятия, как это, например, было в Израиле, где ввели запрет на публичные мероприятия во время их жесткого карантина, но там это адаптировано под каждую отдельную область, я имею в виду область страны, там определенный регион, в зависимости от эпидемиологической ситуации в этом регионе, и там это имеет очень четкие, это должно иметь очень четкие временные рамки. То есть, если власти вводят подобные ограничения, то они должны сказать, до того, как статистика заболеваемости снизится ниже тысячи человек в сутки, или 500 человек в сутки, или 300 человек в сутки, когда подобных ограничений нету, то это ограничение становится по большому счету таким бесконечным, потому что, когда закончится пандемия, вряд ли на небе из облаков выстроится надпись «Пандемия окончена», которая будет видна во всем мире эту надпись, очень вряд ли. поэтому, если конкретных временных рамок или конкретных условий, при которых эти ограничения действуют, не вводить и не определять их, то эти ограничения могут, безусловно, быть трактованы как угодно. Поэтому ситуация очень сложная, это 100%, и никто вообще не мог себе представить, что мы с моральной точки зрения столкнемся в 21 веке с таким вопросом, что свобода собраний может, причем абсолютно мирные мероприятия могут реально иметь за собой человеческие жертвы, то есть люди могут просто умирать вследствие того, что прошел какой-то большой митинг, его участники или полицейские, которые его охраняют, или там случайные прохожие могут реально просто пострадать здоровьем или даже лишиться жизни. Это удивительная ситуация, и конкретного ответа на ваш вопрос пока, к сожалению, нету, но определенные рамки уже задаются. Но с другой стороны, мы в этой реальности только второй год находимся. С точки зрения глобальной системы прав человека мы вообще меньше секунды, наверное, находимся в этой ситуации, и за эту секунду пока правила еще очень размытые. Спасибо. Есть ответ на вопрос? Да. Есть ли у нас еще вопросы? Да, Матвей? Здравствуйте. Меня зовут Матвей, и у меня есть вопрос касаемо как бы условно у нас есть демократия, но мы хотим вводить ограничения. Условно там вот есть сторонники Лукашенко, которых мы не хотим пускать на митинг. Была такая какая-то цитата, и вот, например, только что вопрос тоже этого касался. Мне вот интересно, то есть с одной стороны мы предлагаем демократию, чтобы понять, войти в некие такой рамки дискуссии, понять, кто прав, кто виноват, и тут начинаем вводить ограничения. Но разве мы не наступаем на такие же грабли, как и при авторитарном режиме? Может быть, мы не совсем правильно понимаем, как строить демократию до сих пор, раз мы вынуждены опять вводить такие ограничения. Вопрос, надеюсь, понятен. Спасибо за вопрос. Кто хочет ответить, коллеги? Хороший вопрос. На этот вопрос можно с разных перспектив пытаться ответить. Во-первых, права человека, демократия, они далеко не тождественны. И их часто воспринимают через запятую. То есть демократия важна для поддержания легитимности власти. То, что эта власть формируется путем получения мандата доверия от населения. демократия. с этой точки зрения демократия конечно помогает тому, чтобы сама идея прав человека внедрялась, распространялась, поскольку власть, которая имеет легитимную поддержку от населения, вынуждена считаться с его мнением, и, соответственно, если права человека связаны с интересами этих людей, тогда получается, что здесь есть прямая взаимосвязь. Но это ведь не означает, что демократические процедуры всегда приводят к тому, что люди принимают решения в пользу прав человека. Часто нет. И тогда возникает вопрос, что делать, что для нас важнее. концепция прав человека построена на том, что универсальными ценностями являются именно права человека. И даже если интересы поддержания демократии приводят к тому, что люди принимают решения, которые направлены на нарушение чьих-то прав, ну, скажем, большинство решило выселить людей, какой-то ромской национальности за пределы своего населенного пункта. Ну, запросто, правда? Или принять решение о том, что мы не пускаем мигрантов. Ну, у нас вообще популярны были референдумы, что наше село не вступает в НАТО или вступает в свое время. Ну, вот, это ведь вроде как все демократично, надо же с людьми посоветоваться. Но, с другой стороны, мы понимаем, что должны существовать какие-то зоны запретов куда нельзя. И вот права человека они, собственно говоря, устанавливают. Даже если большинство этого хочет, этого нельзя. Поэтому демократия, она не всегда будет, вот, интересы демократии будут совпадать с идеями прав человека. Американцы в этих случаях спрашивают, а кто решил, что этого нельзя, если большинство считает, что можно? Ну, скажем так, для них ответом будут отцы основателей американского государства, когда приняли Конституцию Соединенных Штатов. Вот там они определили. Вот сейчас уже после каждой там серии насилия, особенно в школах, общественное мнение склоняется к тому, что право на оружие это вот плохо, да, но поскольку вот при создании американской модели Конституции решили, что отдавать монополию на насилие, на оружие только государству это опасно, вот никто ничего с этим не может сделать пока что, да, вот, то есть есть какие-то определенные вот установки, которые закладываются, которые создают фундамент, но это все работает в государстве, в котором действуют the rule of law, да, где право на самом деле что-то означает. Сейчас мы как бы оказались вот перед угрозой того, что через любые правовые нормы многие пытаются просто переступить, да, ну вот сколько можно соглашений с Путиным подписывать, но все же понимают как бы ценность этих соглашений ну такая о себе. Байден после переговоров в Тюрихе сказал о том, что ну посмотрим, да, то есть уже вот этот вот режим договоренностей двусторонних, он не несет такой ценности, потому что никто не понимает на самом деле есть ли какой-то интерес их соблюдать. Украина получила гарантии от четырех ядерных государств уважения своего суверенитета в виде Будапештского меморандума. И вопрос не только к Российской Федерации, которая его наглым образом нарушила, да, но и к другим государственным гарантам, которые сразу сказали о том, что там же не написаны механизмы, вот, что мы дальше должны сделать. Это же только намерение, да, ну в принципе в международном праве считается, что намерение что-то означает, если они закреплены в виде соглашения. Но никто не хочет вступать в открытый конфликт с ядерным государством, понятно. Еще неизвестно, ну на самом деле, скажем, государства Прибалтики, настолько ли они защищены гарантиями, имея членство в НАТО, в случае, если что-то произойдет, и завтра им не скажут, ну да, это хорошо, но мы будем санкции вводить и обеспокоиться и да, и будем очень сильно беспокоиться по поводу того, что происходит. Ведь это тоже возможно, потому что когда масштаб угроз становится слишком высоким, далеко не всегда готовы на себя принимать ответственность и проще ну где-то пойти найти какие-то компромиссы. Тем более, что любая такая ситуация это вопрос балансов. поэтому сейчас вот международные отношения в мире не настолько разбалансированы как никогда, как перед большими глобальными кризисами. Плюс пандемия, которая на это все наложилась и для авторитарных режимов это просто ну живительная среда, понимаете, они вот в такой ситуации они просто вот размножаются, они растут, они вот это вот планктон, который они поедают и становится больше. Вот я при этом считаю, что они вряд ли получат какую-то устойчивость, потому что тоже есть какая-то цикличность и в конце концов общество тоже его понимание ситуации тоже не статично, оно тоже меняется. Вот, но это вот те балансы, где я почему и не даю сейчас односложных и однозначных ответов на вопросы, которые вот ставятся таким образом, ну, потому что нам нужно искать балансы, нам нужно понимать, как правильно на это все реагировать. А концепция прав человека, я думаю, что она никуда не денется, несмотря на все эти угрозы, поскольку она действительно достаточно гибкая, она может давать возможности выстраивать правильные балансы. Вопрос только в зрелости общества и тех институций, которые должны эти балансы устанавливать и защищать ключевые права. Ну, извините, что долго, но, собственно говоря, вопрос тоже такой, что очень трудно на него давать короткие ответы. Спасибо, Роман. Кто-то хочет добавить, коллеги? Если нет, то предложим следующий вопрос. Спасибо. Спасибо. Да, у меня был вопрос по поводу, ну, вы частично на него ответили уже, но я все равно его задам. Как бы права человека задекларировали в конечном итоге в 48-м после второй, но прошло уже много времени и новые методы гибридные, ну, инновации не стоят на месте, мир пошел вперед. есть ли смысл пересматривать права человека в том виде, в каком они задекларированы и модернизировать их на современный мир. И второй вопрос, это когда была задета тема конституции и права человека, как можно гарантировать, как государство гарантирует право конституционное человеку, когда он едет за границу и его там лишают права на свободу, то есть сажают. Это сейчас не про активистов, это простого среднестатистического человека, и государство его оставляет, ну, вот просто, не дает ни родным никакого фидбэка про него, ни государство, в котором он содержится, тоже никак не усведомляет, и ты ничего об этом не знаешь, что тогда, ну, как из этого выйти, и какие, как можно этот механизм поправить. Итак, два вопроса, устарели ли права человека, и стоит ли их обновить, и как государству защитить права своих граждан за рубежом, кто готов? про обновить права человека. Ну, собственно, мне кажется, опять же, мой абсолютно взгляд, вопрос о том, что стоит или не стоит обновить права человека, он же поднимался не сейчас в связи с какими-то глобальными изменениями, я думаю, он поднимался уже в 51-м условно, поэтому для меня универсальность прав человека и универсальность даже формулировок конвенции, собственно, свидетельствует то, как развивалась практика судебных международных инстанций, которые условно, из условных трех строчек конвенции развивали огромную практику решений и находили там то, что в конвенции возможно прямыми черным по белому буквами не написано. Сегодня мы сталкиваемся с вызовами вторжения государства в наши права через цифровизацию, ограничения наших прав, через необходимость защиты нас от глобальных инфекционных заболеваний, некие гибридные способы ведения войны, о которых вы говорите, Российской Федерации, которые, как бы тоже, казалось бы, не были закреплены в международных нормах, в женевских конвенциях, однако на самом деле, мое мнение, это лишь вопрос трактования и развития практики судебных инстанций международных, которые этим универсальным принципом, используя, опять же, некий консенсус, который существует в обществах, придают новые смыслы, возможно, и отвечают на новые вызовы. Когда я приведу просто пример, один из примеров, почему мне кажется, что не нужно пересматривать, а иногда ответы можно находить в тех, как некоторым кажется, устаревших документах, когда происходила оккупация Крыма, один из методов, который называли тогда гибрид, из двух гибридных методов, которыми так называли, и много было разговоров на тему того, что вот это новые гибридные методы ведения войны, которым должна быть дана правовая оценка, должны быть пересмотрены стандарты, были использование так называемых зеленых человечков и использование, например, гражданского населения и мирных собраний, так называемых Крымской весны, для захвата административных зданий, для захвата военных частей. И тогда очень много разговоров ходило, что вот это одно из проявлений гибридной войны, новые вызовы, на них нет ответа. Но когда мы с коллегами документировали эти факты, собственно, ничего лучше мы не придумали, чем открыть конвенции, которые давали нам ответы на вопросы, а что же это такое, а это ничего, а в этом не было ничего нового, кроме как нарушения правил и обычаев ведения войны, которые были давным-давно после Второй мировой войны закреплены в Женевских конвенциях. Использование так называемых митингов Крымской весны при захвате административных зданий, которым фактически военные российские прикрывались, было просто нарушением, которое называется запретом на использование живых счетов гражданского населения, которым просто прикрывались военные для захвата частей. И второе, использование зеленых человечков, это точно такое же нарушение, когда все военные и члены вооруженных сил страны, одной из стран вооруженного конфликта, должны носить эмблемы, если они их не носят, то это является одним из тоже нарушений правил ведения войны. Все оказалось просто, а много очень разговоров на тему того, что это новые вызовы, на которые нужно пересматривать всю международную систему безопасности, для меня скорее были некой реакцией политической, а не правовой. Ну вот как-то так для меня. Второй вопрос какой был, сори, я уже забыла. Как государству защитить права своих граждан за рубежом? Ну в общем-то так, как оно и защищает права своих граждан за рубежом, мне кажется, эта проблема не нова. Я просто одну отсылку сделаю к вопросу о том, к чему нам нужны эти международные институции, которые не оправдали себя в условиях новых вызовов. Мне кажется, собственно, и вот в этом вопросе ответа может быть в том числе то, что не всегда гражданин государства может полагаться только на государство. И иногда попадая в ситуацию нарушения своих прав и не рассчитывая на защиту своего государства, у человека собственно остается возможность защищать свои права через инструменты, которые даются ему на международном уровне или на европейском уровне, если мы говорим о странах, членах европейского суда по правам человека. Это один момент. Второй момент. Собственно, что мы делаем всегда, когда государство не включается в... не выполняет своих обязательств. У общества есть масса... у гражданина есть масса инструментов, начиная от правовых, информационных, адвокационных. Мне просто кажется, что этот вопрос он скорее связан с тем, что это в принципе системная проблема, где бы человек ни был. За границей он столкнулся с нарушением своих прав или внутри страны он столкнулся с нарушением прав со стороны государства. У него эти вызовы будут всегда. Это всегда вопрос баланса. в принципе это суть конструкции прав человека. Когда государство собственно является нарушителем прав человека, государство может и вторгаться в права человека, и государство иногда самоустраняется для обеспечения тех или иных прав и возможностей. Но опять же с защитой прав человека за границей я бы наверное говорила о том, что как для меня первое, что у меня возникло, это вот отсылка к тому, что собственно это и есть ответ в том числе на тот вопрос, а почему нам нужны и международные инструменты, почему эти международные инструменты существующие иногда выполняют вот эту функцию сдержек и противовесов, когда твое государство по тем или иным причинам либо нарушает, либо отказывается защищать тебя в той или иной ситуации. Я просто возвращаюсь к первой части вопроса, маленькая ремарка. На самом деле вот такая адаптация прав человека и юридических прав под наше время, она уже происходит сейчас. И я не знаю рассказывали ли вам уже, но по крайней мере я думаю, что точно расскажут в ближайшие дни, что есть такие понятия как поколение прав человека, что есть там первое поколение прав человека, второе, сейчас уже говорят о том, что там формируется и уже можно сказать, что сформировано третье поколение. На самом деле это очень такая, на мой взгляд, немножко опасная тропа, потому что под понятие прав человека начинают включать уже очень широкие вещи вплоть до защиты животных и это тоже вроде бы как некоторые относят к правозащитной деятельности. Экологический активизм и говорят о том, что это защита прав человека, не жить рядом с какими-нибудь заводами, которые делают производственные выбросы. А сейчас с третьим поколением возникает вообще очень много интересных коллизий, например, сбор информации, вот то, что сейчас очень актуально в Соединенных Штатах, сбор информации крупными IT-компаниями, Facebook, Google, который собирает и где-то хранит ваши поисковые запросы или какой-то кэш или что-то еще, куки и все прочее. И сейчас уже на самом деле еще в 2016-2017 году были сформированы предложения о том, чтобы на уровне Организации Объединенных Наций принимать новые конвенции по защите персональных данных, по защите, по адаптации права на неприкосновенность частной жизни и чтобы эти документы расширять в том числе вот в условиях нашего современного общества с интернетом, с там трафиком вашим, который отслеживает вашу геолокацию, а еще интересная тема с камерами видеонаблюдения на улицах. Вы никому не даете согласия о том, что какие-то камеры видеонаблюдения городские вас снимают, потом неограниченное количество людей может получить доступ до этих видеозаписей и так далее. То есть на самом деле новое время задает нам новые вопросы, которых еще 20-30 лет назад не было, а 50 лет назад даже представить такие вопросы было нельзя. и международное сообщество может быть немножко запоздало, но дает те или иные ответы на эти вопросы, поэтому в принципе адаптация она уже происходит сейчас. И говорить о том нужна она или не нужна, наверное нужна, и наверное опять же права человека это адаптивное понятие, которое будет со временем меняться, которое будет меняться с развитием общества, которое будет меняться с развитием технологий, и не нужно этого бояться, нужно просто за этим следить и использовать это нам на выгоду, если можно так сказать. Я начну со второго вопроса, он более простой. То есть если речь идет о нарушении прав гражданина иной стороны на территории какого-либо государства, то, во-первых, оно находится в пределах юрисдикции законодательства той страны, где он находится. И в первую очередь механизмы должны быть все-таки задействованы той страны, где находится этот гражданин. Говорить о том, что должно сделать его родное государство, это зависит все-таки от характера нарушений. Потому что люди очень часто считают, что их права нарушаются в тех ситуациях, которые, может быть, таковыми не являются. То есть есть для этого консульские службы, которые должны, конечно, помогать людям выходить из этих ситуаций. Но оценить ситуацию, давать универсальные рекомендации, в принципе, невозможно, не понимая характера проблемы. Потому что все-таки они находятся в пределах юрисдикции того государства, где они находятся, будучи иностранными гражданами. Что касается первого, более сложного, интересного вопроса. А почему возникает такая необходимость? Есть какие-то интересы, которые сейчас вдруг появились, и на которые нет ответа в концепции прав человека? Я не думаю. Вопрос, скорее, просто в новых формах, форматах, вызовах. То есть, если свобода распространения информации, когда она рассматривалась, касалась в основном чего? В выступлениях на площадях, да там листовок, которые можно было расклеить. Сейчас там миллионный охват аудитории, или миллиардный, одним сообщением на CNN, или твитом, который запущен. То есть, скорость совершенно другая, охват совершенно другой, резонанс совершенно другой. Вопрос в том, что если это право не является абсолютным, то нужно устанавливать какой-то баланс. И вот как эти механизмы установить правильно, для того, чтобы этот баланс был справедливым? То есть, Германия возложила на соцсети обязанность контролировать контент, и если что-то там разжигает национальную рознь, или еще там что-то. Это ответственность тогда оператора, ну то есть, той частной компании, которая обеспечивает это распространение. Соединенные Штаты так не сделали. В вопросах защиты права на уважение личной семейной жизни, ну то есть, в Соединенных Штатах всегда был уклон в сторону свободы распространения информации. Вот первично все-таки свобода распространения информации. Европейская традиция правовая говорила о том, что уважение частной жизни очень важное. В итоге мы получили GDPR как европейский механизм, который действительно сейчас очень жестко преследует компании, которые нарушают принципы уважения личной жизни и сбора персональных данных. Теперь оказывается, что поскольку бизнесы сейчас становятся глобальными, то тот же Facebook, например, заявил о том, что они распространяют правила GDPR, европейского регламента защиты персональных данных и на другие страны. Но вопрос же не в том, что Цукерберг же не король, он же не дарует Конституцию или еще что-то. Просто очень трудно устанавливать разные регламенты работы с персональными данными в зависимости от того, где находится тот или иной пользователь. Намного дешевле технологически создать единую систему защиты персональных данных. То есть даже если эти правила не стали универсальными, охватывают только один континент, тем не менее, поскольку они влияют на глобальный бизнес, они дальше распространяются и таким образом становятся частью жизни. Я просто к тому, что права человека очень живая концепция, она действительно очень быстро адаптируется, не только через принятие новых конвенций, деклараций или еще что-то. То есть вот эти правила жизни, которые возникают, которые основаны на уважении принципов прав человека, они так или иначе дают возможность адаптировать очень многие ситуации, на которые нет однозначных ответов на уровне актов международного права. А кому выгодно пересматривать концепцию прав человека? Ну вот, то есть с точки зрения человека, который дорожит своими правами, я не вижу необходимости. Даже авторитарные режимы, ведь посмотрите, они тоже не ставят под сомнение концепцию, как правило. Что делает Российская Федерация? Она говорит о том, что мы будем выполнять решение Европейского суда, но только если не противоречит Конституции, а для этого у нас есть Конституционный суд, и поэтому вот если Конституционный суд признает, что у нас вот по Конституции вот так, то мы можем не исполнять решение Европейского суда. То есть они ставят под сомнение легитимность легитимность вот этих международных механизмов защиты, которые устанавливают этот баланс и пытаются эти инструменты держать в своих руках, не пересматривая концепцию прав человека. То есть пытаясь наполнить ее своим содержанием, скажем так. То есть борьба идет не за правило, а за содержание. Не за то, чтобы изменить концепцию прав человека, а за то, чтобы вот иметь возможность наполнять тем содержанием, которое тебе выгодно. И вот я думаю, что в этом смысле намного больший вызов сейчас, чем в том, чтобы кто-то там пересмотрит глобально универсальную концепцию прав человека. Спасибо. Спасибо. Максим. Здесь скорее вопрос к Дарьи, но и ко всем спикерам. Мы сейчас в Беларуси очень знакомы, много вынужденных переселенцев, можно сказать, беженцев, да, из Беларуси. И, к сожалению, механизм от беженства и вообще украинское законодательство, оно, скажем так, менее лояльно относится к беларусам. Поэтому здесь вот хотелось бы услышать у вас совет, как мы можем попросить власти Украины либерализовать законодательство в отношении сейчас беларусов, потому что, ну, есть многие сложности с устройством на работу, да, и, ну, и опять же, вот сам механизм беженства, здесь есть кейсы конкретные, где показано, что мы реально беженцы, да, поскольку нам ведется преследование. И такие, также еще, поскольку многие скрываются от преследования, да, по политическим мотивам, а какой можно проработать механизм защиты, чтобы эти люди не были возвращены в Беларусь или по запросам, или, не дай бог, насильно, потому что после сегодняшнего убийства Виталия Шова мы понимаем, что мы не то, что не защищены, да, а просто под угрозу. Спасибо большое. Вопрос к Дарье, потому что она представляет президента. Можно так набрать в конце концов? Спасибо за вопрос. Не уверена, что я, в принципе, могу на него отвечать компетентно, потому что я не представляю миграционные органы власти Украины, а у нас все-таки действует принцип разделения властей в стране. Я надеюсь, и будет действовать. Но мне кажется, что тот вопрос, который вы поставили, он на самом деле очень важен, и важен в нескольких контекстах. Первое, просто для понимания, это такая, для контекста, где мы находимся. В целом, безусловно, в стране, и это правда, да, странно было бы это отрицать, существуют серьезные проблемы в целом с миграционной политикой в отношении иностранных граждан. Я не думаю, что эта проблема только Украины, но в Украине она есть. Мы знаем о сложных процедурах, получении статусов и получении права на проживание на нашей территории, это в целом проблема. Но мне кажется, что, условно назовем его белорусский вопрос, он не столько даже обостряет проблему, сколько мне кажется, открывает некоторое окно возможностей для гражданского общества, в первую очередь в Украине, которая занимается этим вопросом. И мне кажется, что ситуация с Белоруссией, где, очевидно, у Украины есть и политический интерес в контексте национальной безопасности помочь гражданам, которые бегут на территории Украины и считают ее для себя безопасной, хотя, безусловно, то событие трагическое, о котором вы сказали, к сожалению, свидетельствует о том, что все сложнее, чем нам кажется. Это ставит перед нами, как государством, и вызов, с одной стороны, но и актуализирует проблему и дает возможности для того, чтобы более активно искать решения на адаптацию и улучшение миграционной политики, в частности, в отношении, конечно же, в том числе и иностранных граждан с территории Беларуси, которые сегодня рассматривают Украину как одну из стран в регионе, где они могут получить безопасность и убежище на время, пока на их территории все еще нет демократии и не соблюдаются права человека. Это один момент. А второй момент тоже контекста, который важно понимать. К большому сожалению, и конкретно орган, в котором я работаю, работает с этой проблемой. Важно понимать, что с такими проблемами своего статуса и защиты своих прав сталкиваются на подконтрольной Украине территории же не только граждане иностранных государств. Я сама являюсь внутренне перемещенным лицом с оккупированных территорий. И то количество проблем, с которыми столкнулись внутренне перемещенные лица, на самом деле мы решаем их по сегодняшний день. Начиная с того, что когда я выехала на подконтрольную территорию для нашей страны, в правовых и финансовых взаимоотношениях со своей же страной, например, я была лишена статуса резидентства. Просто потому, что прописка моя осталась на оккупированной территории. Я была существенно ограничена, как и многие тысячи переселенцев с оккупированной территории, в реализации массы своих прав. В банковских отношениях, в пенсионных, в других экономиях, в политических, политических правах я не имела права голоса, на местных выборах в громаде, в которой платила налоги. И это все проблемы, с которыми столкнулись свои же граждане, которые просто вынуждены были покинуть оккупированную территорию. Почему? В том числе эта проблема связана с тем, что вот такие вызовы, которые резко приводят к серьезным и большим нарушениям прав человека, как-то война, гражданское восстание, преследование активистов, правозащитников и населения на территории Беларуси, которое сразу же резко приводит к серьезным нарушениям, собственно, ставит часто государство в условия неспособности быстро адаптировать свое законодательство, свою практику к тем вызовам, с которым оно столкнулось. Государство, конечно же, всегда ищет самые простые пути решения, а именно через ограничения прав. Что, собственно, было с переселенцами, и что сейчас мы решаем по прошествии 6-7 лет, когда мы уже действительно те проблемы, все, которые я вам перечислила, на сегодня решены в отношении внутренних перемещенных лиц. Но они жили с ними много лет. И, безусловно, часто гражданское общество, оно более адаптивно и быстрее реагирует на эти вызовы, и в том числе адвокатирует перед государством те изменения, которые должно государство провести с целью создания условий, где права человека будут соблюдаться. И вот мне кажется, еще раз завершая, что ситуация с тем количеством беженцев с территории Беларуси может в том числе стать не негативным, а позитивным кейсом для Украины, когда Украина должна будет в том числе адаптировать свою миграционную политику с целью защитить права граждан. Я очень надеюсь дружественного ей государства, несмотря на то, кто сейчас контролирует эту территорию, на которую граждане Беларуси пока вернуться не могут. Мартин, еще один вопрос. Я не знаю, что бы вы дали нам совет здесь, в какой мере нужно обращаться, ну, как вы стоите власти, да, к украинским властям, то есть в форме адвокации это делать, или в какие-то конкретные другие государственные органы, потому что сейчас еще очень важно компании, которые хотят сюда релацировать своих сотрудников, из-за того, что украинское законодательство, вот, большие зарплаты, да, там, в отношении иностранных граждан, то есть существуют определенные сложности в официальном оформлении, и здесь еще сейчас очень актуальна тема ковида, да, то есть грозит, придет, точнее, третья волна, а мы здесь, которые люди находимся без статуса ВНЖ, либо ИННа, не можем даже себе сделать прививку и получить сертификат, хотя, в принципе, мне кажется, это бюрократическая больше проволочка, у нас есть личные номера в паспортах, которые можно было как-то оформлять, чтобы получить вот этот вот сертификат, чтобы мы были привиты. Максим, это важные вопросы, но я думаю, что ответ на них не будет интересен для большой части этой группы и для части нашей онлайн-аудитории. Я предложил бы тебе задать эти вопросы, Дарье, в перерыве, и, может быть, это будет более эффективно. Сейчас у нас осталось очень мало времени, буквально 10 минут, и я хотел бы попросить наших спикеров очень коротко резюмировать, что же нам и всем людям доброй воли делать для того, чтобы система прав человека сохранилась и продолжала давать возможности нам и всем жертвам нарушений прав человека защитить себя и восстановить свои права. Если никто не против, я начну просто, потому что мне убежать нужно, поэтому я возьму быстренько, коротко слово себе. Просто резюмируя то, что мы сегодня сказали, у нас есть два варианта. Первый вариант – это всем дружно сейчас найти здесь углы в этих комнатах, сесть в них, обхватить колени руками и начать долго и мучительно плакать, и, в принципе, это будет оправдано. И второй вариант – это, собственно, продолжать работать над тем, чтобы поводов плакать у нас было как можно меньше. На самом деле, несмотря на то, что мы сегодня говорили про проблемы, и несмотря на то, что этих проблем огромное множество, мы не захватили, наверное, даже одного процента от общего количества проблем, если мы с вами обратим внимание на ситуацию более глобально, если мы с вами, если кто-то интересуется историей, и вспомнит, в каких условиях находилась Украина 100 лет назад, 80 лет назад, в какой ситуации находилась Восточная Европа между Первой и Второй мировой войной, до Первой мировой войны, ситуация с правами человека была в тысячу раз хуже. Ситуация с нарушением государственных границ и вообще суверенитетом разных государств была в тысячу раз хуже. Украинская граница и границы Восточной Европы резались там каждый год со всех сторон разными агрессорами и с потерями десятков тысяч человек, и мы сейчас об этом даже не вспоминаем, то есть для нас это просто часть какой-то истории. И поэтому сейчас, с момента, когда человечество все-таки взяло какой-то вектор на соблюдение прав человека, после принятия всеобщей декларации, после создания Европейского суда по правам человека, принятия Европейской конвенции по правам человека, ситуация с правами человека, с демократией и с безопасностью, в частности в Европе, она все равно во много раз лучше, чем она была даже несколько десятилетий назад. И даже та ситуация, которая сейчас складывается в кризисных странах, в России, в Беларуси, в Казахстане, в Азербайджане и в других недемократических странах, она все равно во много раз лучше и спокойнее, нежели она была там сто лет назад, когда ну просто могли там, я не знаю, в 30-е годы, несколько сотен тысяч, а на самом деле миллионов человек, могли просто арестовать, убить, расстрелять, закопать. Вот здесь у нас в 50 километрах от нашего дома есть второй по размерам в Европе полигон, где захоронены там несколько десятков тысяч жертв репрессий. Сейчас нам это сложно представить, слава Богу, да, даже в самых там недемократических странах. Поэтому мы идем в правильном направлении, идем очень медленно, невероятно медленно, и наша с вами задача помнить про наше направление и ускорять наше движение. Я бы вот так сказал. Спасибо, Сергей. Спасибо. Давайте поблагодарим Сергея за участие, ему, к сожалению, пора выходить. Роман, твой ответ на этот вопрос. Ну, смотрите, задача менять мир достаточно сложная. И поэтому я думаю, что какое-то разочарование и апатия это последнее, что должно владеть умами людей, людей, которые такую миссию воспринимают серьезно. Если бы не было концепции прав человека, если бы не было всех тех механизмов, которые за это время созданы, был бы этот мир лучше? Скорее всего, нет. Поэтому при всем том, что у нас достаточно много недовольства ситуацией, я думаю, что надо признать, что во многих сферах прогресс есть, он не такой, как хотелось бы, но он существенный и значительный. Если мы говорим об идеях, то понимаете, как идеи, их очень трудно вообще оценивать, не понимая, а насколько мир охвачен этими идеями. Потому что они имеют ценность в первую очередь тогда, когда их разделяет большое количество населения. И вот, собственно говоря, на этом фронте, мне кажется, что происходит и главная борьба. И это означает, что чем больше будет присутствие идей прав человека, чем больше будет носителей этих идей, причем которые на самом деле верят в то, что они делают и говорят, тем больше будет ожиданий того, что это будет как-то продвигаться. И несмотря на все вызовы, вектор будет сохранен. Во-вторых, я бы сказал, что очень важно не просто реплицировать и восстанавливать практики, которыми кто-то занимался. Вот вы, молодое поколение людей, которые должны найти те формы защиты прав человека, которые больше всего соответствуют вызовам современности, и которые будут, не меняя саму идею, саму концепцию, делать ее живой, эффективной, ну и в конце концов давать сигнал другим людям о том, что это можно делать и это дает результат. Я думаю, что это те составляющие, которые могут очень многое изменить в пользу, а не в обратном направлении. Я думаю, что не должна меняться динамика, и я думаю, что люди не должны подвергаться вот этой вот апатии, несмотря на то, что количество вызовов растет, они становятся такие очень угрожающими. Нужно быть спокойными к тому, что вообще мы находимся в мире конкуренции идей. Если люди не разделяют ваши идеи, ваши ценности, ну это в принципе нормально. Так бывает. Вопрос только в том, что у вас должно быть достаточно способов и аргументов продвигать те ценности, которые вы считаете для себя важными, а во-вторых, иметь возможность использовать те механизмы защиты, которые созданы, существуют, ну и, собственно говоря, прилагать усилия к тому, что те, которые не очень эффективны, все-таки становились бы эффективнее. Вот эта вот скорость принятия решений, мне кажется, что сейчас это то, чего очень сильно не хватает этой инфраструктуре защиты прав человека. Потому что интерес к принятию решений через много лет он теряет все больше и больше свою ценность. Если мир обращается на одной скорости, а вся эта система защиты прав человека на совершенно другой, то вот здесь возникает вопрос эффективности. И это не означает, что она будет умирать или деградировать. Это означает, что она должна воспроизводить и находить те формы, которые будут давать ответы быстрее, эффективнее своей времени. Я не вижу ничего, чтобы свидетельствовало о том, что это невозможно. Спасибо. Передавай микрофон. Да, несмотря на то, что вроде как все так грустно, я абсолютно тоже считаю, что тема прав человека – это же не про проблемы. На самом деле это про ценности, про визии будущего. И я абсолютно согласна с Романом, что скорее, наверное, даже, мне кажется, от вас хочется слышать того, как вы видите трансформацию прав человека в будущем. Ну, что я хочу сказать. В первых, скажу банальную вещь. Все познается в сравнении. И почему я абсолютно с уверенностью говорю, что все не так уж страшно и не так драматично, потому что наше понимание того и видение того количества вызовов связано лишь с тем, что информация больше не ограничена ничем, ни пространством, ни временем. И, собственно, в любую секунду мы можем знать все в любых масштабах. И это, конечно, создает некую иллюзию какого-то всеобщего надвигающегося хаоса и катастрофы. Но на самом деле нет никакого хаоса и катастрофы. И опять же, все познается в сравнении. Мы здесь и сейчас сидим, совершенно свободно обсуждаем с вами разные темы. Я не пойду на вас писать заявление в правоохранительные органы, и никто нас не захватит за вот вольности, которые мы себе позволяем. Например, в отличие от какой-то части Украины, Крыма, где я не могу себе представить в принципе вот такого формата дискуссию сегодня, завтра или вчера. И это то сравнение, которое я всегда себе напоминаю в минуты отчаяния. Оно у меня тоже иногда наступает. Это первый момент. Второй момент, что важно. Мне кажется, что мы можем делать, и что вы делаете, в общем-то уже, это брать на себя ответственность. Каждый из вас может делать очень многое, руководствуясь ценностями прав человека и меняя мир вокруг себя. От каких-то маленьких шагов, заканчивая какими-то глобальными действиями, в том числе акциями солидарности, которые могут охватывать разные пространства и территории. В том числе, например, идя работать в органы власти и беря на себя ответственность, реализовывать и приносить те идеи и ценности прав человека через вашу работу в органах власти, например. Почему нет? И третье, что мне лично очень важно и близко, и что мне кажется, мы можем каждый делать, и что мне всегда казалось самым мощным инструментом, и Роман об этом, в общем-то, сказал уже, но я, наверное, повторюсь, потому что для меня это, возможно, одно из самых важных действий. Это заражать вакциной прав человека, если вы, правда, ей заражены и верите, тех, кто вокруг вас. И, собственно, образовательные программы в любых их форматах, мне кажется, очень сильным и мощным инструментом, которые и быстро, и стратегически в долгую, мне кажется, не просто распространяют идею прав человека, но и, правда, сами по себе серьезно влияют на изменение ситуации к лучшему. Вот как-то так, наверное. Спасибо. Никита. Завершая резюмируя, я хотел бы обратить внимание на два момента. Первое. Вот было много заданных вопросов панелистам. Они больше касались немножко профиля других экспертов, но также они частично и косвенно касаются и сферы здравоохранения, в частности, по соотношению национального и международного ответа на угрозы общественному здравоохранению. Сейчас много существует дискуссий в том, что некоторые страны отказываются признавать вакцины, которые, несмотря на то, что они были признаны Всемирной Организации Здравоохранения, были проведены все надлежащие международные проверки. Некоторые страны запрещают въезд граждан других стран, не исходя из, ну, как бы под предлогом эпидемии высокой уровня заболеваемости в этих странах, но в действительности это связано с какими-то политическими вопросами, то есть опять-таки игнорируются данные той же Всемирной Организации Здравоохранения, которая мониторит заболеваемость в странах мира. Поэтому вот этот вопрос национального и международного ответа на пандемию, он будет важен и будет играть важную роль в будущем. То есть важно и как национальный суверенитет, национальные особенности ответа, как бы специфики определенной страны, но при этом также важно брать во внимание рекомендации международных организаций, Всемирной Организации Здравоохранения, программы развития ООН, для того, чтобы вобрать этот лучший опыт по борьбе с эпидемией и максимально эффективно воспользоваться существующими ресурсами. Ну и второе, как бы ответ на тот вопрос, что можно сделать для того, чтобы улучшить положение в сфере, если мы говорим в сфере доступа к лечению, важно опять-таки инструменты гражданского общества, в случае, если, не дай бог, у кого-то проблема, там невозможность достать какое-то лекарство или лекарство, оно слишком дорогое, можно обращаться к общественным организациям, к пациентским организациям, можете организовать свою пациентскую организацию, да, как правило, в сфере здравоохранения наиболее сильные и наиболее эффективные организации, это как раз те, которые были созданы определенной группой пациентов. Также вы можете обращаться непосредственно к фармацевтическим компаниям, с ними вступать в диалог, можете вступать в диалог в зависимости, конечно, от законодательства определенной страны, это либо к Министерству здравоохранения, определенным рабочим группам Министерства здравоохранения. И важно тут просто не сложить руки, а пробовать задействовать имеющиеся механизмы до того, как в целом система дистрибьюции лекарств не будет на глобальном уровне усовершенствована, и мы достигнем того уровня, когда каждый может получить то лекарство, которое ему необходимо. Спасибо. Коллеги, большое вам спасибо за мысли, которыми вы с нами делились. Я думаю, что они станут пищей для нашего ума. Давайте поблагодарим наших панелистов. И мы продолжим искать ответы на вопросы, которые поднимались во время этой панели, во время, в ходе наших следующих занятий. Сейчас у нас перерыв на обед. Мне остается пожелать вам приятного аппетита, и мы встречаемся, Инга, где Инга? Инги с нами нет. Я думаю, что мы встретимся здесь в 2.30 и решим, проводим ли мы наше занятие здесь или в павильоне на улице. Если решим проводить на улице, то переместимся туда. Здесь в 2.30. Спасибо большое. Спасибо.